ПЕСНЯ ПЕСНЯ Господи, Иисусе, Вечеринь Божий, молитвами Твоей Матери Всевятой, благосоверни нас Господи, и Тебе слава и благодарение за Твою милость и нам во веки веков. Аминь. Аминь! А то к вам гости приезжают и говорят, вот там община. А у нас как бы это, не такая, не такого, как сказать, величины или там еще чего-то. Я говорю, ну мы как могли, так и сделали. Я говорю, я хотел, говорю, как-нибудь заехать посмотреть. Когда мы делали общину, мы не знали, как и что, где. Где-то говорят, ой, вы не так. Я говорю, покажите, где я сегодня поеду туда, посмотрю, как, что мы делали. Мы с чего было и с чего могли, делали, как могли, так делали. Уставца ставили там, прочее, что. Ну и так вот, слава богу, 31 год прошло. 31 год. И вот так все. Кто-то приехал, кто уехал, кто-то уехали по разным причинам, были. Кого-то попросили уехать. Говорят, друзья, вот, если бы по-другому, то здесь было бы, может быть, не одна сотня. А я всегда говорю, да слава тебе Богу, что немного. Когда нас 30 человек, и то не можем, как следует, управиться. А если бы было 300 человек, да что тут? Здесь невозможно. У нас городская община еще есть. Ну и другой раз, говорят, они услышат, что здесь у нас как-то. Ну, между собой, может быть, что-то бывает. Вот вы там как-то живете. Вот у нас, вот здесь в городе. Я говорю, вы сколько раз в неделю собираетесь? Ну, в воскресенье только. В воскресенье только. А мы, говорю, каждый день друг с другом тремся со всех сторон. Каждый день. Ну, и за дня в день встречаемся. Говорю, вас если бы закрыть вот так на недельку хотя бы, тогда мы можем посмотреть, что у вас будет. Ну, поэтому, что есть, это естественно. Трава, садим доброе растение. Смотришь, трава, сорняки, дороги заглушают, вырываем их, их выбрасываем. Доброе остается. Так и жизнь идет. Все может быть. Потому что живем мы на земле. Вот. И во грехах мать нас родила. Вот. Лука выходит, как рыкающий лев из всякого поглотить, не дремлет. Мы говорим, о, я послый, а он вообще не ест тоже. Ну, я мало сплю, а он вообще не спит. Бывает все, да, бывает. Но жизнь продолжается. Идем. Школа. Вот образовали. Школа у нас была. У нас было 25 человек. Ну, выросли, которые сегодня уже, вот, они, те ученики, которые, можно сказать, родились здесь, уже вот, на руках держат, вот. Уже, вон, маленький. Да? Вот Сара, вон у нас сидит, Сара. Вчера я крестил в голову Рава, а вон Сара. Вон, 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 маленький. Вот. Покажи. О, это Сара. Сара Машлова. Ну, вот так. Поэтому, отец Владимир, расскажите, как у вас там столько за жизнь, какая община, как у вас. Благодарю вас. Я, во-первых, воспользуюсь вашим словом. И все-таки, чтобы не забыть сказать, вы сейчас говорили, что у вас было желание и в наши края прорваться. Было. Было, посмотреть, может, опыта еще набраться, хоть, кажется, при конце жизни, но этот опыт кому-то передать, который уже после меня будет. Я думал это, да. Мечтал. И скажу так. Я вчера лег спать и что-то не спится. Я думаю, завтра мне обязательно только проснусь, я обязательно с Вячеславом Казанским поговорю. И знает он, нет, как с отцом Владимиром, мне, говорю, это, связаться. Можно, нет, как там встретиться, чтобы он разведал. Вчера вечером. Я сегодня просыпаюсь, прихожу, отец Владимир, вот он стоит со мной, обнимается. Ну что, это случайно? Нет, конечно. Нет? Безусловно, нет. Не случайно. Я никогда, где я как-то не был, а здесь, говорю, вдруг уедет Вячеслав, надо мне утром сразу, я только это, знаю, как уже время подойдет, я обязательно с ним должен об этом поговорить. Вот. И очень хотелось бы, поэтому, пользуясь Вашим словом, просить вас. И вас, отец Ильким, и Игнатий Тихонович, естественно, и с братьями, кто, если посчитаете возможным, приехать. Нам это очень важно. Нам важно еще почему, потому что тоже, как вот вы говорите, варим в своем соке, а это опасно. И очень важно, когда стороны есть те, которые могут покритиковать, но без зла, без ненависти, а с братской любовью. Это великое благо. И поэтому вот мы, может, что-то не так делаем. Или так, но можно лучше было бы. Стороны, говорят, виднее. Поэтому, если приехали бы, собрать, было бы для нас большое благо. При этом, если прийти, вне зависимости от количества, один, двое, двадцать, тридцать, мы найдем все, где расположить, накормить, и с удовольствием все покажем, расскажем. И тоже устроим общение. Вот такое у нас тоже, в нашем братстве народ, такое все, ну... А с вами сколько человек приехало? Здесь ваших, с ваших. Ну, мы двоем приехали. Двоем приехали. Так что я много-то не буду плачать, а то им понравится, они там останутся, и я останусь здесь один. Зато нашим понравится, у вас, приедут к вам, обменяемся кровью. А новая кровь всегда хорошо. И, вот, и, да, я все это говорю. И поэтому, если когда надумать очень хорошо, то как хорошо так вот... Еще лучше было, если, вот, сказали, например, мы собираемся, да, так, да, чтобы не случилось так, чтобы куда-нибудь я не упырил. А то сейчас в Абхазии, зовут Грузию, вот, упылью, а приезжаю. Я Христос запрещал. Если будет возможность, я принимаю. Спасибо, Господи. Будем очень рады, искренне рады, вот, этому. И что у нас? У нас, вот, Господь, милость Своей Сам, без искусственности, вывел нас к соборному деланию. Это в молитве, в первую очередь, в соглашении. Но я, по человеческому своему неразумию, думал, это и есть та цель, ради которой Господь нас собирал. Но теперь, вижу, нет. Это лишь одна из ступеней. А вообще научиться жить соборно. Все-таки мы веруем в Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. И, к сожалению, к сожалению, увы, факт такой, что русская православная церковь Московского Патриархата, которая, вот, для меня родная церковь, родная мать, но вот соборности практически нет совсем. Это не к осуждению кого-либо, а к тому, что, если я люблю маму, это не значит, я люблю ее болезни. Есть разница. Есть моя мать, а ее болезни. Болезни я ее не люблю. С ее болезнью борюсь. Не против мамы, а за маму мою. Потому что я ее люблю. Поэтому и наша церковь, если она болеет, мне кажется, мы не можем быть равнодушны. Мы должны бороться, но не с церковью, а за церковь, против тех болезней, которые ее угнетают. И мне кажется, самое важное сейчас исцеление, исцелиться от отсутствия духа соборности в церкви. Я понимаю соборности. Вот что это такое. Слова Господа. Два, три, во имя мое, я среди них. У нас один первосвященник, вечный, неизменный в церкви. Он совершит из всех таинств, и он являет свою силу, когда собирается народ Божий во имя Его. Вот это и есть соборность. Для меня соборность, смотря откуда смотреть, сверху вниз, или снизу вверх. Сверху вниз, это Господь и верные Его чадо, сновные и дочери. А если снизу вверх, то вот как. Это соборность, что такое? Это Господь, с которым я соединяюсь, а в нем со всеми моими братьями и сестрами. Как Спаситель сказал, помню, в ходе в Иерусалим, хотел собрать чад в Иерусалим, как птица, птенцов, крылья свои. Вот это вот и есть соборность для меня, я так понимаю. Поэтому, например, по церковным правилам епископ выбирает народ, я думаю, это не совсем правильная фраза. Епископа ставит Христос через выбор народа Божия. Например, так же и священника. У нас священника выбирали до XVIII века еще, в северных деревнях, на Руси. Выбирал Христос через выбор народа, а епископ рукополагал. И вот это очень важно, что у нас сейчас по нашему современному стабурусской православной церкви людей в церкви не существует. Есть патриарх, есть епископы, есть духовец, есть монахи, а народа нет как такового. Никак, исключен. И поэтому, я думаю, не дают действовать Господу так, как они могут действовать. И вот мы, в частности, в соборной молитве воспитываясь, пришли к этому, не прям таким теоретическим выводам, а я думаю, Господь сам привел, что у нас стала созидаться община. Стали ехать люди, которые хотят быть вместе для того, чтобы все стороны жизни вместе строить православно. Это что? Молиться, участвовать в таинств церковных, изучать закон Божий, воспитывать детей, варить кашу православно. У нас в Тарстане по-сому звучит, у нас есть понятие мыслей, ну, халяль, халяльная пища, халяльная одежда, халяльная мебель, ну, чтобы все было халяль, православная халяль, чтобы у нас все было православно, чтобы работать православно. У нас семьи живут, там дети, у нас работают только мужчины, женщины, слава Богу, они работают на дома. И, значит, мужчинам нужно много зарабатывать, если многодетная семья. А как работать православно вместе, чтобы Христос перешел и помогал, содействовал, и даже через деньги зарабатывать с Богом и по Божьему православным, и отдыхать православным, строить дом православным, одеваться в одежду православную. Вот, и у вас, где-то, наверное, как-то особо близко, я вот увидел, порадовался у вас, ну, тем более, сегодня в храме были одеты православно. Только у нас, правда, еще, я обратил внимание, я только чувствую, как будто в Удмуртии сегодня помыл у вас. В Удмуртах национальная одежда у мужчин и женщин в клеточку, как в Удмуртии. А у нас, например, если вот на троице у нас в зеленом, если на Петра и Павла в желтом, на Успене в синем-голубом, и в одежде, соборность, единство, даже в цвете, для нас это кажется тоже важным. Вот. И строим жизнь. И у нас получился вот как, без искусственности. Община у нас официально зарегистрирована как юридическое лицо, как общественная организация. Но это такое сложное название, аббревиатура МОУС-Ретии. Это там местная, общественная организация, развитие в духе, традиции, Спасков района, муниципальный Спасков район, очень сложно назвать такое. Ну, как я назвали, это там, государственные органы предложили такое название. Но это вот община. Туда принимаются, принимаются. Только в браке находящиеся возраст 30-40. Нерочный путь. Только в первом браке, где оба православные, сознательные и выцерковленные, и имеющие не менее двух детей, и желающие иметь больше. Вот это обязательно условие. Ну и, естественно, люди, которые молятся, выдают посты, и, как сказал, уже регулярно причащаются. У нас причащие за каждой литургией. Все причащаются. Вот. А кроме этого, приезжают другие. Да, и вот в этой общине мы, наследство, которое есть, которое нам будет всего мира, люди помогают, строятся дома. И вот приезжающим, как, кто желает быть в общине, пишут анкету. Пишут, пишут, пишут с признателем общины. У нас такой, есть Владимир Александрович, наследство на сегодняшний день, выбранный общинниками же, пишет ему желание, он отправляет анкету, заполняет, и анкету собирает. И собрание общинников, на сегодняшний день, у нас тоже медленно растет. Мы тоже не ставим цель количества, количество, количество, как бы, это не то, что нужно. Вот. И в этом шесть семей сейчас. И плюс две семьи кандидатов в общину. Вот анкету заполняет, и на общинном собрании, которое ежегодно раз в две недели будет, решается, кого из них предложить кандидаты. Они приезжают, живут в доме кандидатов минимум 20 мест. И смотрят, куда они приехали, и нужно ли им это. А члены общины, они уже здесь живут в одном месте, или, может быть, в городах, или в члены общие, может быть, где-то жить, может быть, в Москве. Вот в этой общине, как общественная организация, они живут вместе в одном населенном пункте под Болгаром. И вот прям строятся дома, тоже бревенчатые, такие деревянные, и со всеми удобствами, там, и бани, и удобства. А чем люди живут материально? Как? Зарабатывают? Чем? Зарабатывают? Да? Ну да. Ну, кроме того, что земля у них, там, занимаются огородом, садами, скотин, где-то понятно. Еще вот что есть. Значит, что есть? Ну вот там, я пойду по людям, да? Председатель, он же занимается строительством, собственно, все, что связано. и он снабженец, и он прораб, и он кадровик, стройка, это у нас стройка идет. Вот сейчас три дом строится, сразу строятся на средства общины, которые поступают в фонд благотворительный, который у нас есть. и этот фонд, вот с него шлются все мирно. С нами самолица в течение недели, трудно сказать сейчас сколько, но больше миллион человек в течение молитвы проходит. Заметельно. А молитва? Вот это соборное, вот на качестве. И многие шлют пожертвоваться из этих, вот узнав, что это такое, или просто на фонд шлют, для понимания, что это вообще. Илья Ильич, относительно молитвы я немножко вставлю здесь. Сейчас это проще, есть у нас такая технология связи, что мы можем и с любой страной мира связаться везде. А такая молитва практиковалась, я помню, в 60-е годы, в 70-е годы, молились о чем-то. Где-то в Латвии издавались Библии, мы молились, чтобы Господь благословил тех издателей, нам, чтобы получить. Как? Созванивались где-то и договорились, в такой-то день, в такое-то время становимся на молитву. То есть, мы не видели друг друга, а общались так, ну, другого переговора на этом пункте, сидишь на несколько часов, чтобы сказать несколько слов там. Да, тогда. Да, тогда там прокричать. Или письменно. Вот такая согласительная молитва была. такая, ну, а никаких этих не было ничего. Просто мы молились и все, какое-то дело, какое-то. Вот, допустим, взяли, брата арестовали. Здесь сразу сообщили этим же поэтам, что молиться, чтобы Господь благословил его там пребывание, сохранил его. Вот такая вот, тогда так протековалась молитва. Да, я думаю, что формы очень различные могут быть молитвы по соглашению, по-разному, да. Но мы еще вот для себя, когда это Господь так выводил, нам очень важно было, чтобы, ну, вот, у меня всем страх какой-то от себя что-то придумать. Поэтому мы традиционная молитва. началось с Акастов и Акасты были. А в принципе можно как угодно. Естественно, многие формы могут быть. И вот строятся эти дома, и вот люди живут 20 месяцев, а потом собрание, кандидат в общину, собрание членов общины и решают, вот эта семья, эта глава семьи, две-три голосов голосуют за то, что в общину принять, принимаются. Им удается дом, им, семье, они члены общины. Если не принимаются, значит не принимаются. Или сами решат. Мы решили не быть членами общины. Но при этом к нам много едят таких, которые, например, вторым браком. Хорошие, прекрасные люди, чудесные, православные, христиане, но они пришли к их и служим в возрасте, когда были вторым браком. Такие вообще не могут быть. В этой, вот этой зарегистрированной общественной организации как общине. Они просто селятся рядом. Там у нас три рядышком села, Болымер, Полянки, Триозер и селятся там. Или в Болгаре. И они тоже члены, только уже большой такой нашей общины. Вот. И мы, у нас, к сожалению, нет, как вот у вас, храма и вот священника, служащего. Но мы не испытываем какой-то нужды в этом. Вот когда я был благочином Спасского района, мы в Среднем открыли 10 церквей в районе. И мы, когда праздник у нас бывает, мы говорим, в какую церковь поедем на Петра и Павла? Вот, пойдем в эту. А на Ильиндии, вот в эту. Мы приезжаем в храм вместе с народом Божиим данного прихода. Молимся, нас приезжает и 40, и 70, и 100 человек с детьми. И вот все молимся, все исповедуемся, все причащаемся. И потом все уезжаем на Агапу, на Трапс Людвиг, который вот совершает сейчас настройство духовных церквей. Ну, вот, вы рассказали, что принимается только у кого-то есть двое детей или больше. Это в ту общину, в которой... меня бы уже тогда не приняли. Не приняли. Да. Это значит, в ту общину, в которую вот даются дома, живем. Но, кроме этого, приезжает и селится около в этих селах. И строится, и селится. Вот сам Таин недавно с ним я приехал, например. селится, строится. И они, члены большой общины уже нашей, такой. Мы вот, у нас недавно было собрание, в котором определились, вот, общее собрание проводить регулярно. И люди сами избрали, кого хотят видеть председателем, сопредседатели, определили какой вопрос, кто-то будет вместе решать. Ну, например, такой вопрос. Например, помощь материальная взаимная. Вот, помните, было раньше, что это было же время к каждой помощи. Вот, и потом также распределять собрание, ну, кто более нуждается, например. Или воспитание детей. Как решить воспитание детей? У нас некоторые, основная часть детей ходит в школу, обычную, старшую, но есть, которые образование семейное, вот на дому. Вот, хотел бы как-то вместе что-то делать. Вот, тут вот сейчас, вот сейчас вопрос состоит очень остро, например. и вот про зарабатывать, вы говорили. У нас основная масса это ИП или самозанятые. Кто что делает? Вот, мастерская есть у одного по холодной ковке, у другого небольшой цех мясопродуктов, у третьего ИП туристическое. вот как. Например, несколько человек у нас вот сейчас сбились, люди едут и нужда есть в деревне, там специалистов немного, нужна бригада строителей. Ну, хорошо бы свои, православные, которые, ну, понятно, денежки зарабатывают, но чтобы посудить по-доброму и приезжающим, вот как бы разбреженцев с Украины нет, там, просятся, никто? Пока не было. Пока не было. Но у нас, видите, опять как, если в общину ту, как общественная организация, вот там такие условия, я говорил, если вне этого надо где-то жить, то есть им надо жилье самим походить, строить и приобретать, покупать, или как, по-разному. Если у нас самозанятые, которые работают, у нас все приезжают горожане, съездки никого, ни одного пока не было. Вот сейчас семья одна нацелилась с дона, а то все только горожане. Горожане, и они современные. Вот есть человек работает самозанятые на дому через интернет, различные интернет-услуги. Если интересно, молодой человек, он прекрасно из кожи делает всякие изделия, ну, там это, ремни, там прочие, да, хоть те же тетки, что угодно, и реализует через интернет-магазин. Ну, вот так, например. В основном, самозанятые, вот такие вот ИП. Богатые не живут люди, но и не голодают, не бедствуют, тоже такого нет. Вот. Все, в основном, молодые, активные. Раз, две недели, получается, мы собираемся по воскресным дням вот изучать наше православие, что-то знать. Вот сейчас мы читаем Дедахер. До этого читали апостольские послания, изучали, стремились в них. До этого разбирали литургию, до этого Отче наш там заповеди блажен, заповеди Божии, ну, вот так вот. Сами собирались вот Евангелие, значит, и у нас вот вот так мы жительствуем, стараем жить. Но проблемы все равно есть, есть. У нас главная проблема для начальных такая, люди приезжают и намечтали о себе, какая должна быть община, фантазию нарисовать и приезжают, а приезжают не в фантастику, а в реальность. И некоторые очень тесно реагируют. Вот у нас семья такая из фамилиных очень интересная. Они приехали, пожили и потом говорят, мы ехали, думал здесь, думал здесь святые живут. Мы рядом с вами сможем тоже спастись. А потом позже люди говорят, да нет, вы не святые, мы такие, как мы, грешники. И поэтому решили остаемся. Я говорю, почему же мы решили оставаться? Если были святые, нам было бы тяжело с вами, мы-то не святые. А вы такие грешники, как мы, значит, вместе будем поддерживать, подниматься по ступенечкам вверх. Мне показалось очень глубокие, слова и сильные. А некоторые приезжают с требованиями. Это бывает так, люди советского уклада жизни. Мы, когда начинали, то дали объявление, у нас было Владимир Митров, фантом, российской, по первому каналу телевидение было объявление. Было все, что строится сам на свои средства. Вот так? Но пишет письмо. Я приеду к вам, у меня специальный товаровед, мне через сколько время будет предоставлена квартира и оклад какой будет? Да, 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 у нас тоже так есть. тоже бывает. А приходится говорить о другом, что из Девенцев у нас своих хватит. Тут нужно рассчитывать на свои духовные, физические. А власти местные как к вам относятся? Для них у нас район очень маленький, 21 тысяч населения. Район такой депрессивный дататив. Поэтому рост демографии, где у нас община, это единственное место, где идет рост населения. И люди современные, молодые и самозанятые. Их не надо не заботиться, они сами все заботятся. Это власть поддерживает все сильно, но власть церковная, власть церковная, патриархия, епархия давит на местные власти, чтобы они не поддерживали нас и активно навязывают нам клеммы сектантов. Ну, это у вас похоже. А сектанты есть? У вас там живущие баптисты, 50-ники, адвентисты, ягодисты? в Болгаре, городочек, вот наш, он 8 тысяч населения, районный центр, там есть две небольших общины, 50-ники, харизматы и баптисты. Ну, их там десятка-полтора, вот так вот, немножко, и больше никого ничего нет. Но у нас есть вот в нашем районе русскоязычный, хотя в Татарстане, но у нас есть, я думаю, надо пересмотреть еще будет, тысяч 4-5 мусульман, и они организованы. А с мусульманами как у вас? Вот недавно ближайшее село Татарское к нам, где у нас община, у них был день села, праздник, наши общинники приезжали к ним, приезжали им, у нас хоть пост, правда был Петров, приезжали им барана в подарок, сложились деньгами, дали им денег, чтобы построить детскую площадку у них, и помогли до этого сделать кладбище, огородить и очистить. Поэтому с мусульманами прекрасные отношения, они очень по-доброму относятся к нам, и это отношение очень доброе, потому что мы очень дорожим, этим ценим это. С мусульманами если не на Татарстане уже хорошо. но они мирно, видите как, они понимают какая польза им, чисто внешне, демографическая, финансовая, налоговая польза, но церковные власти давят. На сегодняшний день очень сильное сращивание церковной и государственной власти, и одна польза использует другую. и вот патриархия, Давид очень четко навязывается на нас клише сектантов. Хотя мы такие сектанты, что каждый праздник мы бываем в православном храме русской православной церкви Москва Патриархата все причащаемся там, крестимся в православных наших храмах, венчаемся, отпеваем. А в газетах бывают заметки там про ваше общество? На сегодняшний день уже нету, но есть такой друг, знаете, все же нам хорошо знать, друг всех, это такой есть Александр Леонидович Дворкин. Он друг всех. И вот они вместе с двумя другими аналогичными помощниками издали недавно книгу за средства казанской митрополии о современных околопорославных сектах. Там уж простите и вас помянули, и нас помянули, всех записали в секты. Ну, секты. Ну, он всех совет, но он не может засвидетельствовать, сколько он, допустим, из сект обратил в это. Я вот сейчас вот крестил на 18-м кричаем из баптистов был, из пятидесятников, мусульманин был. Все это интернетовские. Понимаете? Да. Баптист, у него вся семья баптистов. Мать, теща, все, жена баптистов. А он принял, я говорю, ну, ты как? Ну, ничего, жена, говорит, так не сильно против мужа, говорит, еще и в это. С нами молятся по всему миру, и вот два раза в неделю приезжают по унисгруппу, кто желает. И регулярно приезжают такие, которые, ну, последнее общение, мусульмане, бывшие, принявшие крещение, стали молиться в собор над Волгаром, пережили такие вещи, после которых не смогли не хреститься, например. Очень интересно, была и данная беседа, вот я ездил в Петербург с женщиной, она сознательно перешла протестантам, баптистам, но вот, ну вот, вы говорите, полдень интернет тоже, слушала Слово Божие из Болгара, и что-то ее затронуло, коснулось сердце, и она стала молиться по соглашению, но сегодня она вернулась в православную церковь, ну, тоже регулярно, очень радостно это сознавать, что вот, что-то воздавится новый крест от этих храмов соседних, да? Да, у нас вот в районе 10 храмов действующих. А как они проходят крещения? К сожалению, не полным погружением. А почему еще не позволяет обстановка или что? Нет, наверное, просто практически удобнее просто делать. Так это удобно для кого? Я понимаю, но только, вот я, например, сегодня не могу приказать священникам. Нет, неправильно, мы просто делимся, не то, что приказать. Да, поэтому я вам сейчас сказал, мы сейчас читаем Дедахи, прочитали 10 глав, если вы лучше меня, конечно, знаете, книгу, там написано, что крещение нужно совершать в проточной воде полным погружением. Это книга. Потом говорится, если нет, в настоящей воде, если нет, то обливанием так и написано. обливание только в двух случаях. Обливание когда клиник больной там парализованно лежит или в тюрьме находится, в которой нельзя смертной погружение договоренно все. в Дедахи нету. Я не спорю, никак, в Дедахи написано, что в случае отсутствия вот такой воды можно обливанием написать. Но только это говорит, прошу прощения, я понимаю, как так и говорить, это крайний случай, если нет возможности, а на сегодня возможности каждому всех есть. умирающий человек может нет возможности там это хоть как-то попрестить. Я в семинаре заводчина учился, это 85-90-й год, тогда одна была заводчина, только в Загорске, в Троицком посаде. Какие годы происшествия? 85-90-й год. Советский Союз? Да, Советский Союз, это одна была на весь Советский Союз. Ну и мы нам когда сессия, то снимали гостиницу туристом недалеко от Лавры. На время там бронировали места для заводчинков. Ну а вечером когда придем мы там уже все же там были заводчинки все были только уже в священном сане архимандриты, игомены, протеереи, протодиаконы, диаконы. Таких не было, все были в сане только положено. Ну и начинаем там между собой делиться как там что. Ну а я выжил мы до того крещения как давай это что правильно полным погружением крестить надо. А там были с Украины западной а вы как? А у нас кресты батюшка проходит кропылом. А другой говорит а у нас и чайничка поливает там на голову. Все. Ну вот завтра у нас будет лекция а был такой профессор глухов. Вот очень я его знаю. Да. Ну и говорит обычно когда лекция придет есть вопросы какие-то задают. Ну да задать вопрос то крещение ну а те с каким ты поднял ты задавай вопрос ну ладно есть вопросы есть я задаю как это там крещение вот так вот что такое крещение ну в таинстве в котором через трехкратное погружение в воду аминь остальное профанация садитесь как слово профанация определить переводится обмечение обмечение обман обман подделка обман нет другого любой тот священник который сегодня крестит допустим только обливает голову мощи спросить что такое таинство крещения он другого сказать не может потому что другого нет в каждом таинстве есть формула какая там ну как сказать что самое главное в таинстве крещения остальное профанация хотя согласен хотя конечно нужно и вера и покаяние тоже желание доброй зависти кто будет веровать и крестить спасен а то бывает так что он покрестился даже полным погружением ну полным погружением я не знаю не встречалось что полным погружением а так даже я не знаю я крещеный или нет почему ну я был в храме пришли крестить у друга ребенка а хрестный хрестный мы сказали мы не крещеные становитесь что-то батюшка говорил долго потом что-то помазал потом голову помочил так я крещеный или не крещеный спрашиваю Мне кажется, очень важная вещь, мне кажется, еще важно, чтобы была катехизация при этом, и чтобы потом было, после крещения, церковная жизнь данного человека. Ну катехизация, вели катехизацию сегодня, а сколько? Ну там проводить там хотя бы раз в неделю, а сколько? Ну по 20 минут, полчаса, какая катехизация? У нас катехизация проходит, допустим, в течение года, допустим, и то после такой катехизации, так он еще, человек когда обратился, то он уже должен посещать каждое богослужение, и вечером, и утром, ну если там причина на работу или что-то, а так обязательно должен посещать он, исполнять все посты уже в течение года. Бывает, было до трех лет, были у нас такие случаи, до трех лет было. И то, после такой катехизации, смотри, некоторые ушли там в мир, как бы, там другие там, в какую-то новую там это, из этого и то будет. А что говорит, какая катехизация, если там он пришел на 20 минут, катехизирует, какой там? Ну, катехизация такая должна быть, если бы твердо только так вот была. Печально, конечно, что вот, мы знаем, я хорошо, мы знаем, в баптизме много знакомых, там и близких знакомых. Бывали, когда еще, ну, еще священника не было, бывало часто на собраниях в баптизме ходили, на прикрещении присутствовал. Ни одного, ни всех в полном погружении, только одно погружение, но полным. Старообрядцы, мы состоялись на ребятческой семье, беспоповцы, киржаки, так называемые. Я помню, как крестили хорошо сестренку мою, Валентину, ее сейчас нет, если я не уехал. Мне было 8 лет, она родилась. Зимой было, в февраль месяц, приехал дедушка в Дуруевых, 10 километров, Терентий звали его. Поставили деревянную бочку, из колодца зимой натонсили воды, там сверху льдинки плавают, и он в этой воде ее... Трижды. Трижды полным погружением крестил. Выросла здоровая, все. Так она это выросла, у нее семеро детей, шесть сыновей и дочка, которую крестили. Внучка мне говорит, крестить внука. Ну, в храме приготовили, я приготовил, скажу, включите кипятильник, чтобы в ванной нагреть воду. И мы включили. Я, когда дошло время, все, просил молитву, воду-то освещать. А вода холодная, как было. Я глянул, а из розетки выдернула кипятильник, я глянул, а она отвернула. Она эта бабушка, она старобрядка, за старобрядцем замуж вышла. И старобрядцем, старобрядческая. Выдернула, и все, ну что, нагревать некогда, пришлось в холодной воде так крестить. Вот как. И никогда ни одного старобрядца, чтобы было так... Нет, это вот, все крещённые. В любое время, в советское время было, в баптисты в советское время было, в баптистерии в своих этих храмах устраивали баптистерию, ничего никто не препятствовал. А сегодня храмы построены такие трапезные, такие там конференц-залы, туалеты такие, что это... Придёшь и не знаешь, неудобно даже... То чай пить там, может чай пить есть там, да? Да, 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 всё такое. Но крестилки нет. А если есть крестилка... Я в Москве был в одном храме, зашёл, там по Екиненке ходил, там какой-то храм. Спрашиваю, у вас есть, чтобы полное погружение есть, а где вон? Ну, я подошёл посмотреть, а на нём лежит плита, и это лежит эти, где свечи за упокой ставят. Закрытые это, я говорю, крестят. Ну, редко, редко, когда кто-то сильно просит, а так нет. Мы были в Томске, видели там храмы с баптистериями, нам сказали, что полное погружение, кто-то крестил. Но как исключение? Это, да, кто пожелает. Ну, ладно, что... Ну, вот, и... Ну, вот, у меня вот, знаете что, какой вот тут момент. Вот, у нас, например, вот сейчас, когда общее собрание утвердили, сейчас новопредседатели общего собрания, это вот общины, как организации, плюс те, кто тут вместе, рядом, у нас, ну, больше 100 человек пока, вот, только. Вот, и у нас на собрании присутствуют мужчины только. И только они говорят, женщины могут присутствовать, только молча. Вот, а ответственность на мужчинах. А женщины могут присутствовать, чтобы видеть, как их мужья, что говорят или не говорят. Чтобы потом дома... Муж дома рассказал им, чтобы... Или она им дома вставила, что он неправильно делает. Тоже хорошо. Так, а как у большого, то мужчина относительно курения? У нас нет, у нас в общем нет. У нас нигде. Кто у нас православный, значит, никто не курит. У нас нет курения, у нас спиртное, как исключение, там, ну, практически нет. У нас почти никто не принимает в родных. Ну, вот. Ну, если говорить про традиции, у нас вот сейчас самые малые общины, а в Большое ТОС сейчас вот собрание будет принимать как устав свой внутренний. Это, конечно, не будет иметь юридической силы. Это вот как у нас соглашение такое. Вот там такие моменты, что, например, курение, матершина, рукоприкладство. Все это исключается. И если возникает... Вот у нас главный вопрос. Знаете, какой у меня? Когда возникает конфликт у кого с кем-то, какой опыт у вас? У нас вот опыт маленький и не очень радостный. Пока не можем похвалиться большим опытом. Вот когда конфликт, мы стараемся помирить конфликтующих. Но у нас не очень хорошо получается. Мы ищем форму, как это делать. У нас один сопредседатель Большого Собрания теперь. Будет на его ответственность вот быть миротворцем. Варнавой, сыном мира. Быть миротворцем. И хотим мы, когда так будет возникать вопрос, прямо на собрании поднимать вот этот вопрос и стараться мирить тех, кто в ней миротворцем. Это трудно, батюшка. Легко тогда, когда мы руководствуемся священным писанием, святыми отцами. Святый Леонид Затаустов говорит так. Ты обидели тебя. Сильно обидели. Оскорбили тебя. Но ты обиженный подиграю к обидевшему тебя. И у него, говорит, попроси, прощение, поклонись. Награда вся будет твоя. Это кто? Трудно это сделать. Это не доставка. Почему? Пусть он ко мне придет. Он ко мне придет. Понимаете? Это трудно. Теперь, хорошо, когда, если на первую ступень, Господин говорит, кто желает идти за мной, то что? Отвернись себя. Первая ступень. Возьми крест, вы следы за мной. Если человек на первую ступень не вступил, не отверстия себя. Меня оскорбили где-то. Скажи, меня что-то там, во мне неправду сказали. Да я докажу, да я вам это докажу. Это не должно быть. Я отверстия себя. Мне это ничего не значит. Второе. Крест. А крест, это бывает, как Иннокентий Московский говорил, это оливудский проповедник. Говорил так, что кресты бывают, говорит, и вещественные. Кресты. Это кто-то меня оскорбил, даже, может, побил, что это крест терпеть, болезнь какая-то. И духовные искушения разные. Но это надо переносить. Печаль найдет, отчаяние такое, что да что это такое. Я думал, это здесь нет. Было такое у нас. Я приехал, думал, здесь вообще нет, здесь, а здесь не так, как я думал. Ну, думал, сделай все. Вот не по любви там, а ты свою любовь покрой. А получается так, что все просто, почему меня не любят? Надо, чтобы меня любят. А это мне не искали. Господь говорит, люби ближнего, ты люби. Вот если бы так было, то это трудно. Поэтому практически такого примера дать, как мы даже и не можем. Бывает, люди обиделись, другие были обижены, что уехали там, что-то уехали. Других мы просили уехать, нарушает устав. Злостно нарушает устав. Раз, два, три предупредили. Когда приходил, он, я согласен жить по такому. А потом с предупреждением. С предупреждением. Мы даже одному был, мы приставляли к нему, как сказать, часовых, чтобы он не напился. Он все равно уходил, где-то находил их все равно. Приложили, я собрал семьи, уехал на Сибирскую область. Там живет. Другая причина тоже. Предупреждение, конечно. Мы власти не имеем. Выселить насильно нет. Не имеем. Другой тоже, раз, два, терпели несколько лет, там предупреждали все. Работящий человек, хороший, поможет другому что-то. А в этом нет. Ну, сказали, уехал в соседнюю деревню. Живел в соседнюю деревню. Там продолжает этим заниматься. Ну, вот такое. Как? По-другому никак. И тут вот как бы понятно, вот эти вот вещи, да? А вот бывает, вот еще как мы... Вот у нас был между двумя братьями конфликт. И мы надеемся, что они помилятся. Все-таки, я повторяюсь, мы за каждую ритургию причаемся. Они идут к исповеди. Они верующие люди. Совесть все равно им не может быть спокойна. Мы за них просто молились. Но, к сожалению, все-таки обида между ними жила. И она проявлялась. Тогда мы все месяцы, собравшись, стали просто просить их. Только любой, на какой способны. Просить их и спросить друг друга прощения. Ну, вы знаете, они все-таки уступили нашу родину. И просить друг друга прощения. Но только не помирились. Слова-то произнесли. Ничего не знали. Вот. И это было чувствуется. И мы очень расстроились в этом плане все. И вот, и закончилось тем, что в семье одного из таких, они уезжают. Ну, как бы это ни будет конфликта, но все равно вот... Тоже было в таком обществе. Каждый день слушают. Видят чудеса исцеляющие, воскрешающие. Все. А почему? Потому что он не спит, ходит лукавый. Как? Холестись. Значит, получается, это та проблема, с которой придется жить. Жить. Жить и бороться, стараться больше. Здесь может только пост и молитва. Больше ничего. Рот все изгоняется чем? Постом и молитвой. Больше ничем. Мне мыслилась еще, правда, когда так бывает. Ну, вот в нашем устроении мы последовательно молимся, я кастин, Боже, Матерь, у меня сейчас засердец. Мне думалось, может быть, когда такое будет ситуация, призывать всех вот к тому, чтобы вставать на молитву, вот прям приходить. У нас весь скит, часовня, туда рядом сообщили. Приехать, кто желает, и молиться вот за этих вот немирных, чтобы просить, чтобы вас примирил брать крест, так молиться, пока не помириться. Так думалось, может быть, Бог даст вот это. Может быть, у другого смысла нету. Просто здесь насилища ничего не сделаешь. Никак. Зло бывает, опять же, золотовцы говорит, между одним человеком. Между двумя он не может, что что-то один на себе померет, то не может, оно погасит. Оно встречается, но в другой раз кричит, ругается, он промолчил, поругался, поругался, а неинтересно ругать. Когда этот ничего не отвечает, стоит тому, допустим, стоит, голову наклонил, там, или все-то, ничего, он поругался, поругался. Не весело. Не весело. А так, если второй ответил слово, другое, это, понимаешь? Это можно же сунуть. Я помню такой случай из детства. Я сказал, полезли. Мама работала дояркой на ферме. Мы ходили помогать, там, небольшой, мне лет 10 было, там, 9, наверное. Там жмых такой, пластинки привезли с маслозавода, коровам раздавали. Ну, помогали там раздавать корову, ну, помаленько, где-то одну пластинку в карман, потом ходишь, ее живешь, она хорошая такая, наподобие, как халвы только, она грубая. И вдруг одна доярка такая была, она матершинница такая, и что-то они с матерью, как она начала там на мамку-то это материться, мать-то не материлась, но что-то ей тоже она отвечала там, они так говорят, а я за кормушкой-то думаю, если сейчас эта линка-то на мать, то я как-нибудь, мам, тебе-то помочь надо. Думаю, все. И вдруг они, другая, потом обнялись вот так вот обои сели, и друг к другу-то, это, плачут другу, посидели, поплакали друг к другу, обнялись и пошли опять работать. Самые ценные, самые лучшие. Обида-то была-то, видите, что у нас, кстати, свернулся с фронта, хоть с одной рукой и глухой, но одна рука была, правая живая, она вот сильно была рука, это, вот. А у той муж погиб, она одна, и у ней дочка одна. И она высказала такой, что помню, да, тебе хорошо, ты придешь, там постель теплая, а я в холодную ложусь, понимаешь, что? Понятно. Вот, и обидно вот это было, но потом они опять все, все. Помирились. Тогда и люди как-то жили, все, кажется, ровно. Все равно другие были. Другие были. Я когда начинал служить, то и сравнивать духовное состояние сегодняшних прихожан, вот в храмы, где приходится, и тогда это большая разница, большая. Абсолютно. Проще были, много проще. Проще люди были, и более искренние были, добрее, искренние были люди. И совсем другое было. Мы сейчас слишком умно стали. Слишком умно. Собственно. Ну, все, мы разговариваем. Может, какие вопросы, суббатички? Что, может, все скажете, а то... Ну, это все сказал. Мы разговариваем, вам не интересно подсчет. Ну, вот у вас есть опыт еще, вот очень важный, не много ребятишек, но своя школа, учителя свои. Свои учителя. Николаевич, он долго был. Познакомился со Францией православной девушкой. Женился. Ну, она его смазала туда, уехала. Ну, дай Бог, чтобы... Ну, у нас есть хотя двое, они вот... Старший учитель, Елена, у нее несколько, как бы, дипломов. Потому что надо физику, химию, иностранный язык. Вот она сейчас по интернетам дает и защищает, диплом получает. И теперь два учителя и справляется до девяти классов. Ну, вот официально там разные критерии есть. Даже размер помещения, окна и прочее. У вас с этим... Было, первые годы приезжали они очень пожарные. Это инспекция, пожарник. Там МЧСник приезжал, там милиционер. Ну, и вот, да, вот, конечно, здесь это... Ну, как это? Ну, труба, я говорю, печник вложил, это все он проверил. Ну, вот здесь стою, я говорю, так, ну, конечно, смотрите, на подоконнике трещина. Она как-нибудь на образование меняет, эта трещина или нет? Ну, мы в деревне живем, что можем дать? Мы за все годы существования здесь, никакой помощи нет было, раз глава района подарил футбольный мяч. Было такое. Ну, это существенно. Да, футбольный мяч на день деревни пригласили, он в футбольный на нашем подарок. Больше не было ничего, никто. Все парты, это все, стулья, это все мы собирали. Где-то там поселок, где-то в какой-то, где-то выброшено, что это все, все собирали сами. Сами все вот это делали, никто местный не крошал, так скажем. Единственное, что помощь, это учителям какую-то там зарплату платят. И сейчас. Ну, и сейчас ходят там. Ну, так это сказать. Ну, и в школе тогда обязаны преподавать тот минимум, который диктует государство. Плюс вы уже еще, кроме того, что-то православное. Нет, в школе православного нет. Это все где-то дома, на занятиях, там в школе как нет. В школе... А вот тогда хотя бы тебе с крестой школы детей такой нет? Ну, здесь нет, у нас здесь сейчас практически и нет. Тогда как это было в городе, там есть у нас в городе, там занимаются сестры. Я не занимаюсь, сестры там, которые мы ставим, сестры, братья там, ведут занятия с детьми. Ну, там, посредственно, скажем, там не какие-то одни часа, а воскресенье. Ну, всегда воскресенье там, только воскресенье бывает. А вот там, вы говорите, тогда я здесь немного так, а в Барнауле, где литургии совершаются, в частности, да? У меня одно воскресенье здесь, это воскресенье было здесь, но сейчас у меня два воскресенья здесь было. То воскресенье попало крещение. Сейчас, это суббота, воскресенье, я буду в Барнауле. А там вот община, человек 50, 60, 100, 200, 72, 73 человека. И вот там детки, у которых есть, вот в школе. Да, там детей больше, понятно. Там детей, а наши дети все выросли, а молодые семьи больше никто не приехали. И как бы вот у нас здесь, сейчас уже приезжают, кто только дети детей привозит. Вот она приехала в гости Маша с Сарой. А вот форма еще образования детей православной, это вот летний лагерь. Когда был лагерь, занимался, то да, нету. В лагерь, потому что стали сильно наседать, там комиссии. В один год было 14 комиссий за лет. Все, то есть они приезжают, что, то есть нормы, а нормы составлены такие, что, то есть для богатых людей, как говорит брат, и для больных. Все, нормы составляли богатые и больные люди. То есть вот в лагерь приехали, надо, чтобы там было, значит, там туалеты были, чтобы был водопровод. Во всей деревне нет водопровода. Водопровод, чтобы был там, ну и проще, в столовый, там чтобы было там кафелем все обделано какое-то время, на лето собирали. Ну вот, пишут, что на столах нет клеенка, на столах нет клеенка. Клеенка вот, но пишите опровержение, что нет клеенка. И теперь вот сколько нет уже лагеря, год, пять, десять? Вот доски, пишут, что нет раздельных досок для овощей, для мяса, мясо там исключено, но мясо не было досок, потому что в лагере мясо запрещено. У вас? Для овощей, да. Доски, да как, вот они доски, вот видите, это для овощей, это для хлеба. Пишите опровержение. Ну и так, боролись, боролись так, ну и все, наконец они там, тут, давай собираться, и закрыли лагерь, все. Не они закрыли, они хотели на такое число закрывать, а на неделю раньше, Игнатий говорит, все, лагерь прекращает свои действия, все, распустили, придем в другую стадию, говорит, они хотели приехать, А лагеря-то нет, у кого закрывать, он закрытый, все. Ну вот сколько нет времени? Он был регистрирован в юстиции, зарегистрирован был у нас на лагере. Ну а потом регистрацию, все, сняли. Сколько нет уже времени? Лагеря, ну сколько лет? Шесть. Шесть. Лагеря нет лет шесть? Ну сколько? Лет шесть как лагеря нету? Четыре. Четыре, четыре года. Сорок пять лет существовал. Сорок пять. Еще деревни не было, а было в советское время, было до шестьдесят детей. Вот один раз в лагере. Было такое время? Какое было количество? Я когда настоятельствовал в Болгарии, у нас было три смены по сто человек. Триста проходило за лето. И тогда как бы, ну как бы в коспорт смотрели. Так, значит, ну мы стремились там, что и дом, что и все, и мясо, и перчат. В советское время было так, смотрели как бы это, а когда они уезжали, лагерь закрывался, то прятали посуду, которую, мы говорим, там закапывали в землю где-то. Да потом открылось, что присылали с района комсомольцев, они ходили и искали где, чтобы это. А что оставали, то шалаши, те сжигали все. Не искали где, что спят. А было подпольно, там выкопали комбную церковь, там добраться до нее было трудно. Там вначале доски, картошка насыпана, да, все разобрать, тогда там вход туда. Ну вот сейчас все это обвалилось, вот еще там нет. Было-то так, это. Это когда вы были в юридикции РПЦЗ? Это лагерь стал, как вот официально построены кельи, все это, когда деревья. Пока деревья не было, временно какие-то шалаши доделали, ночевали в кучах соломы, которая оставалась там на полюсе. Но может это давление было связано, это придирки искали? Может вот то, что вы не в РПЦ, поэтому? Нет, 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 потому что у нас этого с московского патрилиста, с храмами практически не было такого, как бы сказать, накала, не было. Было так, был первый епископ Алтайский Антоний, это было 90-е годы. И кто-то в прессу Алтайской миссии там написали что-то там неподобное, что секта, как, знаете, приходит, тогда к епископу-то и говорит, Владыка Антоний, если это так, то я, говорит, буду писать опровержение там и в суд подам, что это неправда. Он говорит, нет, нет, все, все, все. Ну и все, и после этого он уже поговорил со своими, больше ни одной заметки не было, все, прекратилось все это. Потом был после него Максим, наверное, лет 12, Дмитрий, с нами он никаких не имел, мы никак не могли даже с ним, еще мы были зарубежными, приезжал в наши епископы и в тихие, чтобы к нему ни в какую на встречу не шел никак. Но ничего особого противодействия, только когда расклеивали где-то там объявление, что в лагерь кто желает детей, то посылали там кого-то этих семиларистов или там этих, в объявление, чтобы сорвали. Было такое, было. А так особо нет ничего. А когда уже он сменился и стал новый епископ, этот, Сергий, здесь у нас резко изменилось совсем, потому что... Об этом мы все знаем. Да, он сразу пошел, так как-то даже было, что первый раз приехал, говорит, у нас этот устав такой, мы читаем на русском языке, но было это разрешено. Но у меня на престоле и славянское Евангелие. Я говорю, как вы с этим, как у вас было, так и это. Мы читаем на русском языке только то, что синодальный перевод в Библии есть. Больше ничего. Не добавляем, никакие. Салмы, премии, апостолы Евангелия. Да, да, апостолы Евангелия. Все стихиры, там, кандаки, икосы, каноны, баноны, все читается только на... На церковном Салонском. Больше ничего нет. Вот, только так это. И сколько раз он приезжал к нам, в год было два раза, вот и Сергей, и так все, что ничего, никаких изменений не было. Причто не было. Они приступали тогда не поэтому. Там где-то погибло 14 детей, там утонули. Было такое, что там где-то на лодке плыли, там, из лагеря, там, центральный где-то, на Волге, утонули. Вот они, там, после этого, вот у вас. Да у нас вот оно. У нас в уставе, что одни дети без сопровождения взрослых к водоему не подходить, не ходить к водоему. Резко. Там давай писали, там, вот они у них, там, это, мальчик-девочка в одной палатке, там, вроде, спят, там, это... Но этого нет. Потому что строго запрещено, что заходить в палатку, там, мальчик девочкам или девочке, ну, там, кельник какой-то построен, строго было запрещено. Чтобы не было даже этого. Если было там, то наказание сразу за это было. Вот. Поэтому закрыли лагеря, но встали так, мы в гости пригласили, а люди в гости приехали у нас. Это никто не запретит мне пригласить гостей. Мы всех, кто приезжает, всех мы регистрируем здесь. И вас, к профессии, регистрируем. Да. За? Да. За свидетельством были. Потому что участковый, бывает, звонит мне и говорит, таким, Тихонович, у вас посторонних людей нет. Нет, я говорю, нет. Если бы был такой, то мы бы... И, во-первых, он бы и нет. И был у нас такой, что приезжали, то мы провожали их просто под конвоем, там, да, этого. Вот, было примерно на неделе три назад. Вечером уже я уже отходить ко сну. Приходят братья, приводят мне человека. Батюшка говорит, вот, к человеку выйду, приехал, все с ним. Мы еще разобраться не могли. Ведут вечером к батюшке разбираться. А он никакой. Я встал с ним весь, а он, видать, какой-то он запившийся весь. И ничего правды не говорил. У тебя паспорт есть? Нет, я дома оставил. А как ты, поехал и дома оставил? А откуда? В Центральной России. Где-то там с Пушкина, что ли, с Подмосковья. Ладно, дальше больше разговариваю. Я говорю, ну, паспорт-то давай. Я его порвал. Паспорт, это неугодное Богу дело, и все порвал. Ну, что разговаривать? Я говорю, братья, садитесь на машину, увезите его на трассу. Ну, не проводили. Там посадили на газели и уехал. И все. Другой был у нас человек, который приехал. И это единственный был случай, которого мы даже паспорт не спросили. Вот так расположил. А он был в Украине, в Западной Украине. Он приехал. Приехал, два контейнера вот этих привез. Там у него все это было. Здесь он год прожил. Вот так он, рабочащий такой, там все это делает. Наконец-то такой человек приехал к нам. И вдруг, в субботу он у меня исповедался, в воскресенье причастился. Прошло три дня. Он начинает. В России, значит, президент незаконный. Патриарх – это антихрист. Ну и дальше больше. Земля плоская. Там и пошло дальше. Я говорю, надо зарегистрироваться тебе. Я у Бога зарегистрирован. Ну как? Ну ты землю будешь оформлять. Надо все равно как-то... Пусть сейчас так-то оформляют у нас все это. За каждое, что поселяется, 40 соток дает земли. Земля вся Господня. То есть он нет какой. Ну что мы? Что с таким все? Мы просто позвонили. У нас такой человек появился. Вот так вот. Приехали, это было зимой. Приехали два миссионерных, посадили его среди себя и увезли. Ну и все, продержали. Потом его депортировали. А что осталось, потом он там продал. Один из наших купил. Как-то загонили. Вот такой был случай. Все. Мы думаем, что это был просто заслонный листок. Потому что все было хорошо. И вдруг резко изменился. И пошел ни в какую. Так не годится. Я уже ему объясняю. Когда, говорю, народ израильский, из рабства египетского вышли, то слива бетонную землю пришли. То Иисус навел. Каждому отмерял. Этому племени будет отсюда досюда. Этому племени такая. Этому такая. То есть, наблюдал отделы каждого племени. Так было? Конечно. Да. Я говорю, это всегда было, что землю намеряли. А как это ты? Все закрепляли. Вот у себя же твой закрепленный. Если сейчас землю закрепляли, то еще нужно согласие с соседом. Нет ли у нас спора с соседом? А то, может быть, он там больше здесь прихватил. Ну, пока так это соседи. Вначале приехали, там взяли по полгектара, там кто земли, там картошки садили. А сейчас все оставили, по две, по три сотки. Остальное подсело. Можно я вернусь еще в другой теме? Батюшка. Вот, Игнатьич, кто это может что-то скажет, тоже было бы интересно. Вот, когда начался самый ковид, так называемый, и около него всякие разномыслия и разноспорья, так вот, к нам резко бой стал просить людей переехать, желание. Вот. И, в общем-то, если правда сказать, приезжает паломниками очень много людей, ну, там, ну, по-разному. И сто пятьдесят, сто и двести приезжают в неделю, в день, паломниками. С вопросом о переезде, с этажей на землю, приличное количество людей приезжает. Приличное. У вас в это время появился кто-то новый, желающий приехать? Нет, никого не было. Не было никого. Я сам керекомен, по неделе был в госпитале, но я в легкой форме был. Мне кислороду умерили, всегда было девяносто восемь, девяносто девять. Вот, я никаких аппаратами там, ну, там под капельницей было, я легко, да, перенес легко. Я до этого было, я поверил, да, ковид есть, люди становятся страшными от него там некогда. Особенно у которых там сахарный диабет еще там, это... Сопутствующая болезнь. Да, сопутствующая болезнь. Поэтому так нет, никого не было так, как-то у нас было. Мне раз брат показывает там ролик, я думаю, он больше там, посмотри, говорит, ролик. Выступает игумен одного кого-то монастыря и говорит, вот ковид, я переболел, вся братья наша переболела. А у нас работают трудники, говорит, ну, трудники там, кому жить негде, приходят, там что-то делают. Да, они живут там вот в вагончике, там какие-то условия, курят они там, ну, и выпивают, бывает там, что. Вот, да в бане-то не моются, говорит, там по месяцу больше там в бане не бывает. И что, ни один из них не заболел. А мы, говорит, братья все переболели, съесть монастырь. Значит, все-таки не было? Нет, не было особого. Причина какая-то должна быть. А вот сейчас, как можно сказать, вот община вот в Барнауле, что у вас и здесь в Петеревке, все-таки как вот она количественно, я сейчас количественно, хочу сказать, растет, уменьшается, на одном уровне стоит приблизительно? На одном уровне, примерно на одном уровне стоит. У нас уже несколько лет на одном уровне, рождаемых нету, чтобы новые пополнения, то есть это рождение. А приезжих нет, потому что их были такие, что желали приехать, но мы материальную помощь оказать, мы можем оказать помощь такую, что приехать, там фундамент заложить, там крышу поставить, помочь, прийти, помощь, да, есть сейчас. Материально все живут только-только, скажем так. Все живут на нас, кто-то свиней, кто-то коров, кто коз там держит. Владимир у нас фермер, вот Игорь, у него 1200 гектар земли, вот он там, ну вот, и все. А остальные все так это. Поэтому хотели бы кто приехал, а там где живут, допустим, с другой страны, там Казахстан или Киргизии, там он продаст, здесь он ему на сарай не хватит. В прошлом году еще материал, кубометр леса стоил 6 тысяч, а в этом году уже, наверное, 12 с лишним тысяч, то есть в два раза дорожало. Поэтому кто-то приехать и желали бы, а это невозможно. Если бы были бы такой какой-то бюджет, что могли бы потом, да, были бы приехать. Это, мы не можем этого сделать. А еще один момент. Но вы ведь официально, только религиозно, как общенный, как приход существуете, зарегистрированный. А кроме этого, это у вас муниципальную часть какого-то муниципального формирования. Своего какой-то, скажем, общественной организации какой-то у вас нет. Мы зарегистрировали сразу в 90-х годах деревенская община. Цель регистрации, в религиозном свидетельстве, цель регистрации, там вот должно указать, возрождение поселка на старинных православных христианских заповедях и благочестивых русских обучаях. Это цель нашей регистрации. В то время проходили такие вещи, потом все чистили. Да, ну вот это так мы, что мы, в одежде. У нас, видите, у нас, допустим, там в брюках или в короткой юбке, то женщины, это запрещается. Без головного убора она может дома ходить, но на улицу вышли даже девочка, там это. И получается, на сегодняшний день что это вот, потеряю, что это? Это часть муниципального какого-то образования. Мы на карте, мы официально. Документ у вас, документ есть. Документ за подписью Сурикова, губернатора, тогда он был председателем Кровевого Совета. Это был 92-й год. Когда мы в 91-м году, сейчас кратко скажу, мы обратились здесь, местные власти, катились против. Мы, если будете строиться, мы бульдозерим вас, развалим здесь это, угрозы были такое. Но мы за лето построили, наделали кирпичей, саман, знаете, что это саман? Да, конечно. Вот, глину, солома мешали, там это, все сделали, вот, проходите дом. Не каленый, показали нам, Гадюш, показали. Да, на две квартиры построили этот дом, все. Ну и когда закончили, мы вселились в дом 14 октября на Покров. В 12 часов ночи мы затопили печь, брат закончил, трубы не было железной. Вдруг какой-то грохот идет. Вот, подъезжает директор совхоза, 20 километров там, привез нам железную трубу от Нори. И мы поставили эту трубу, и печку затопили, мы уже в 12 часов на Покров затопили печку русскую. И я поехал после этого, закончили когда, все, я вызвал сестру с Новосибирска, чтобы у меня же корова была, там лошадь. Было уже, скотину завели там, бараны, курочки за лето, где можно там и родственники, там соседи деревня помогли, там что-то, собрал я. Собрали, написали заявление, я поехал в Москву. Там был у нас депутат знакомый, Глеб Якунин, такой, может быть слышали? Конечно. С отцом, с Игнатием было не хорошо знакомо. Ну, с ним созвонились, он мне выписал пропуск в Думу, потом вышел, меня встретил, и он меня там по комитетам провел, я в сапогах там по этим, по коврам походил. Вот, в один комитет все у него, а почему? А что? Ну, запрещают, не дают, вот так и так мы все описали, объяснили как это. Вот, а до этого сессия собиралась, все депутаты проголосовали против, чтобы выступил директор совхоза, и говорит, что если мы будем потерять, то весь бюджет скорчен, уйдет, а потеряет. Ну, и все проголосовали против. Ну, а здесь, когда опять на сессию вызвали меня, теперь уже опять выступает представитель совета, Василий Федорович, такой, ну, я думаю, мнение депутатов изменилось, надо, все, земля пустая, пусть строится. Все, и мы где-то в марте месяце получаем документ с краевого совета. Краевой совет на сессии решил восстановить поселок Потеряевка, таким-то комитетом произвести соответствующие мероприятия, там, земельный комитет, там, какие еще там, какие комитеты, там. Все, у нас этот документ уже официальный. Это из всех поселков, три сошлись в край, мы единственное могли бы возвратить прежнее и... Но все равно у вас есть администрация такая, которая... Это в Костяной, сельский совет. Мы к сельскому совету кому относимся? Сейчас он называет там муниципальный, как не сельский совет, а муниципальный образователь. Ну да, там, ну него, ну мы сельский совет так и зовем. Я к чему-то говорю, если было какое-то свое образование, вот у нас есть опыт работы, получения грантов президентского фонда или региональных фондов, средства, которые, которые можно строить и делать. Мы это хотели, вначале это действие, чтобы было у нас отдельно. Но, может быть, мы что-то неправильно сделали, или что? Это должен быть сход, а нет, как закон есть, что должен сход того, кому принялись, на сход. Ну, конечно, на сходе там, что сказать, и сход проголосовал против. У нас это не получилось. Нет, я знаете, о чем хочу сказать? Вот смотрите, я объясню. А, например, если, вот наш опыт, на вашем примере скажу, если у вас даже часть, несколько человек, два-три человека, зарегистрировались как какая-то общественная организация, НКО, некоммерческая общественная организация, то они имеют право участвовать в получении грантов. Как государства, так и часто, так и региональных. Ну, гранты даются, наверное, не просто, кто ничем не занимается сидеть, а кто-то, что-то должен он производить. Смотря на что грант. Ну да, на что там грант. И тогда вот эти деньги даются, они должны это осуществить, сделать. Ну да, а так, ну что, мы, в общем-то, живем так, скажи, что, ну, нормально, никто не голодает, никто не ниществует, никто не побирается. Нет, ну вот я пример приведу, знаете, скажу. У нас, мы были инициаторами создания союза, у нас вот фонд был благотворительный, и были инициаторами создания союза православных общественных и предприятий организаций. Сейчас около двадцатка организаций, от Петербурга до Урала входит. И вот участвуют эти организации в получении грантов. Например, один из них, я могу сказать, они получили грант 5 миллионов для проведения, создания и проведения детского литиного лагеря. То есть, им было средства, которые они смогли сделать, построить, оплатить зарплате, кто там работал даже, и вот провести те количество смен, которые по грантам там приписывались. А потом это уже построено, остается в собственности, а не, правда, отвечать через 5 лет приписание, а через 5 лет не отвечать. То есть, это возможность получать у старца деньги, но только у старца будет контролировать, как расходится. То есть, все, что надо думать сделать. Да, да, да. Сделать, да, обязательно. И потом, в случае проверки, должно быть в наличии. Да, конечно. Я знаю, гранты получаю. Там фермер небольшой, там он дал грант, он должен принять на работу в трех, чтобы у него хотя бы было три работника оформленных. Тогда он, значит, там грант получил, он там купил, там трактор купил, еще какую-то технику купил на этот грант. То есть, все-таки у вас опыта работы с грантами не было? Нет, не было. Понимаю. Не было. А самообложение? В этом участвуете? Самообложение? У нас какое же обложение? У нас... Развитие всей территории есть такие программы? Да тоже нет. У нас просто некую такую членческую взносу. У нас там, ну, чисто. Там я сейчас не знаю даже, по сколько у нас там рублей. Кто знает это? Сколько? 60. А, 50? 60 рублей. 60. Месяц, в год? В месяц, в год? В месяц. В месяц. 60 рублей в месяц. 600. В год. В год. В год 60. Ну, это как было тогда, так и осталось. Это как, ну, на общественные какие-то там, занимают там трактор там. Есть программа самообложения, по которой, если вот народ собрался, не важно, поскольку какая сумма, то государство на нее дает, и она за 20% считается, еще 80%. То есть собрали, например, ну, круглую сумму за 100 тысяч, то есть государство даст еще 40 тысяч. Но только должно быть прописано конкретное дело и отчитать, что вы делали дело. Потому что, знаешь, мы даже уже, как говорится, хорошо, что нас тут никто не трогает, как-то так тихо. И слава богу. Я вас понимаю, я понимаю, что вы делали. Нашли с ними, здесь столько, да, столько нацепляется этих вертклещиков, не рад будешь ничему. Будут, да, это вот, это, почему, а это, это, а так, нет, ну. Но нет сюда, нет? Ну, нет, нет, понятно, так-то так. В общем, понятно. Я работал, у меня всегда было свое хозяйство, у меня две лошади было, корова там, это все, ну, так и было, ладно. Баранов было стадо, больше сотни. Ну, и жили так, и все так живут. Кто-то где-то в соседнем сели от работы, кто молодые, нет, они сейчас, это фермер помогает ему сеять, на тракторах работают там, это. Ну, и все, а так, нет, с грантами не было. Как-то даже, у нас даже было в вставе записано, что не брать под проценты кредит. У нас так тоже. Да, но, видите, не получилось, что пришел фермер, пришлось брать кредит. Комбайн, потому что накопить деньги, это невозможно. Понятно. Поэтому пришлось брать, что, а земля есть, комбайн старый. У них они, бывает, начали уборку, комбайн там был Нива, там за уборку они два раза, три раза мотор вытаскивают, его там, щенят, опять ставят, опять два дня поработает, опять его вытаскивают. Ну, какая-то работа, в уборку. Поэтому пришлось грант, и новый комбайн взял, а в прошлом году как-то было так, что урожай хороший был, и цены неплохие. То пришлось второй комбайн купил еще, два комбайна сейчас купил. Поэтому без всяких этих обошлений. Вопрос совершенно другого порядка. Что внутренне, духовно растим, нужны знания, вера от слышания, слышать от проповедующих, помню. Так вот, вот, кроме Богослужения, вот вы сегодня читали Слово, например, говорили, а кроме этого, вы собираетесь как-то для изучения Слова Божия, или для... Каждое воскресенье, каждое воскресенье, у нас где-то, ну, 12 часов, или час как-то, ну, на час, час, чуть побольше часа, и сейчас проходит по откровению. Откровение? Да, и по откровению. Апокалипс. Апокалипс. Сейчас? Да. А до этого? Ну, там, послание, там, иран. То есть, вы писали, священное писание. По Блаженному Феофиламту. Столкание Блаженного Феофиламта. Это каждое воскресенье. Каждое воскресенье. Каждое воскресенье. А святых отцов, например, или иные творения, вот как человек говорил, например, я про нас говорил, апостольские правила. Ну, нет, у нас это, как-то, больше мы по священному писанию. А если какие-то вопросы возникают, там кто-то просто там вопрос задает, тогда мы по этому там разбираем. А так, чтобы не больше всего мы по правилам так проходим. И вот на эти воскресные изучения Слова Божия приходят все, почти все. Ну, все, скажем, не можем сказать, что кто-то... Ну, все равно кто-то. Как-то там по каким-то причинам. Но большинство? Да, конечно. Бывает. Но бывает, что ли, бывает и меньше слога, наверное. Я сегодня увидел... Я сегодня увидел, только, поймите правильно, я не в осуждении, сейчас скажу одну вещь, я обучу, чужой устав, в своем уставе, чужой монастырь в своем уставе не ходит. Поэтому я, даже тени мне это осуждение, но был удивлен. Без осуждения искренне говорю правду. Господь свидетель, Господь. Вот, но только это, сегодня в праздник, День Божий, праздник великий, работают. Работают. Это и есть причина. У нас по уставу воскресные дни. И когда же вот он фермер, уборка, и то воскресный день, чтобы не работало. И там двунадесятые праздники. И сегодня праздник, он не двунадесятый такой, но мы собрались, помолились, и мы не можем. Так, вот сейчас есть такая страда сенокос. Как у него, два трактора косят сено. Здесь каждый день сейчас, не знаю, завтра дождь пойдет или не пойдет. Не пойдет, значит, успеть завтра сгрешти. То есть, если праздник не двунадесятый, не воскресенье, вы можете работать? Да, конечно. Потому что от этого все же, не можно так. Ну, и я службу только, когда у меня, значит, двунадесятые праздники, ну, так, великие какие-то там эти, святое, если там что-то, мы так же собираемся помолиться и все. А так, чтобы каждый там день там или праздник, ну, суббота, воскресенье обязательно. А еще вопрос, не перебить, как суждение тоже, вопрос очень интересный. У вас на Пасху так же жалостливо пойдут панихидально? Ну, на Пасху нашли. Идем праздничным бывает. На Пасху я и снова пойду. Да? Да. А то есть, видите, так? А сегодня мало перестов, было только в Соломщице. Видишь, самых мужских не было. Игорь уехали. Он фермер за 20 километров отсюда, там у него склад это. Делают, там приехали рабочие, асфальт это выкладывать. Он должен быть там, он уехал, не было так. На Пасху поют веселыми ногами? Нет, слава тебе. С Богу. А то, я почему-то говорю, потому что приходится на те, как быть, и все будет так, как приговоренных к смерти. Можно сказать по поводу изучения Библии? Люди-то у нас в крещении, которое приняли, 17 человек в этом году, это все люди-то пришли из интернета. У нас в интернете каждый день проходит, есть группа в скайпе, где каждый день проходит занятие по Библии, каждый день. И вот, когда спрашиваем про лошадь. Ну, вот кто приезжает, я просто хотел сказать. Но это тоже работа общины же? Кто-то, как-то, как-то, как-то техничью. Конечно. И там количество людей... Там около 200 с лишним человек. Всего века? Да. В основном в России или из-за границы? Из-за границы, и России. Там катехизация вся проходит. В этом году были из Белоруссии, из Казахстана были, из Татарстана были, Красноярский край, там север были. А по запросам году были даже с Ливана женщина приезжала, с Германии женщина была, тоже крестилась. Ну, вот, то есть, с разных, это было. В этом году были, значит, с Москвы, с Екатеринбурга. А, с Екатеринбурга, с Санкт-Петербурга. Вот у нас такое евреи бывает, когда в празднике какие-то у нас, кроме, естественно, за литургией бываем, прищаемся, потом общая трапеза праздничная, но бывает иногда что-нибудь еще. Ну, вечером собрать смуху, например. Или розговаривание, или заговоривание там на место. Или кто-то приехал. Приехал, ну, последний с Макарской причиной. Ну, у нас так бывает, на Пасху. У нас раньше было, первые годы мы, после пасхальной службы, общая трапеза сюда была. Комната есть, вообще-то трапеза была. Но потом мы сделали так, сейчас делаем, что после расходят все по домам, там разговариваются дома. А в 10 часов в пасхальный молебен, в храме приходим утром, после молебна все идем на трапезу. Трапезу готовят сестры, распределяют между собой старшая сестра, это готовят, это, это, потом приносят. На трапезу все. Все подогрели там. Где ты здесь? У меня в доме. Вот тогда, после трапезы бывает, концерт, там, дети, взрослые, там, на гитаре, там, поиграли, там, что там. На Пасху? На Пасху, на Рождество так же. На престольный праздник. На престольный праздник мы всегда приезжаем, приглашаем там митрополита. Вот, не знаю в этом году, как он сможет, нет, приехал. Митрополит. Вот, приезжает он утром. Там, после богослужения, вся общая трапеза, митрополит сидит, и все, вот там, прихожане, проезжие, все за трапезой. Никак. Было там, что архиереи, там, и батюшки, там, отдельно. Это нет, у нас все вместе здесь. Да, я видел, это видео. Ну, бывает, иногда собираемся, кто-то там, День Ангела там, или еще какая-то причина, там, что там, дома свечать, или что там, это тоже трапеза общая, готовишься, вот так вот. А так часто-то некогда сильно-то... Зимой? Да и зимой, да и летом. Зимой хоть еще. Скотина все равно работает зимой много. Другой раз, снегу наметет, выйдешь утром, а вот так вот, пока откопаешься, когда у меня были бараны, там, пока до обеда снег бросаешь. Тоже так, да, понятно. У вас что-то там меньше снега? А вы знаете, годом, вот этим годом было, чуть падали, подзасинку держались, ходили, до тряски в коленках, уже на подзунках. Ваш, как метод дунет, через дорогу дом, как в тумане только видать. У нас, знаете, почему-то, у нас Волга, она там, водохранилище поднят, и она чуть не осталась, с их доказанием, ну, виляет, ну, почти прямая. По ней, как даст, если ветер съем на юг, там, с уной стендер, на нас ног. Ну, вот так, вот так вот. Живем все. На кладбище идем, Радонице, на кладбище идем. Не было ли у вас каких-то мыслей, желаний, такого сделать, что-то общее дело, литургию, не молитвенную, а общее дело, такое, которое, ну, давало бы средства для жизни. Семьи. Ну, я не совсем понял. ферма, птичник, мастерская, что угодно, вот такой, помыслов не было? Были помыслы, но потом я помыслы отверг, отверг. Отверг. почему? Лучше каждый свое хозяйство ведет. У нас так, кто как топает, так и лопает. Были первые такие? Были. Даже у первых христиан было все, а потом... Нет, это может не общее имущество, это можно в разных формах сделать, это может как ООО даже быть, или как по-другому организовать то, в котором тоже доход, и потом распределяется по мере туда каждого. Ну, нет, это как коммуна, вроде бы, получается, более такая, как коммуна. Нет, я думаю, что это бы и не пошло даже. Почему? Потому что сегодня даже видно, что так каждый... Видно, один столько-то держит хозяйство, а другой нет. один смотришь, встает в 5 часов, выложится где-то в час спать, а в 5 часов уже встает, едет. А другой... Нет меня, до обеда полежит. Вот. Пойдет в магазин. Подольше, да. Поэтому не пойдет так никак это, нельзя. Это же до того все были бы совершенные так, чтобы как-то... Но мы были немощны, поэтому... Оно может быть не обязательно, что-то вот такого плана. Поделюсь своим опытом. Когда был сеплогателем, строительство, был такой опыт у нас. Мы выезжали на православной ярмарке в ДНХ в Москву. У нас были такие выезды. И мы приходом. Что делали? Вы знаете, много что делали, но всех больше востребовано оказалось, смешно сказать, трава в Москве. Всех больше нуждается, оказывается, в траве. то есть, это обычно, конечно, и май, июнь собирать различные травы. Хоть лекарственные, хоть просто для чая, там, тибрец, душица, да хоть листья черно-смородина или малина верхушки дикую, все это сушится, пакетизируется, там, что это, от чего? Из себя у нас собирает, я всегда богородскую травку собираю, даже в Москву, там, батюшкам иногда там увожу, там, это все нравится, чай, а так, чтобы, как вы видите, нет. Я к тому, что вот если это несколько человек этим занимает, несколько семей, они могли бы это, ну, это превратить в источник дохода, который... Ради Бога? Но порыва не было такого? Ну, нет, ни у кого такого порыва не было, потому что легче вырастить, там, бычка вырастить, там, это сразу там... Нет, нету, я прошу прощения, что вас перебиваю, отец, только нет, мы считали, и тут, тут вложений почти ноль, а доход сверху. Вот так было у нас. Нет, у нас все такого как-то нет. Все собираются для себя там, или кто-то попросит для кого-то так, а это нет. Мы не против, если кто бы хотел этим заняться, у нас только уставили, что запрещается заниматься предосвязанной деятельностью, там, что-нибудь там... Самогон погнать. Да, самогон погнать, или там выращивать какую-то траву наркотическую. Понимаете? У нас вот растет, приезжали как-то там, ищут молодежь сюда. Раз останавливали, ребята, что домой, давайте, ребята, так, я вас сегодня скажу, что не видел, и вы не были здесь. В следующий раз приедете, я позвоню милициям. Все, больше не приезжали. Вот. А так и нет. Не было. Ну, кто, да и никто, я не знаю, кто бы такие, чтобы занялся этого у нас нет. Или, например, скажем так, какая-то вот, помещение, там мастерская, и шьют то, что никто не шьет. Например, вот у вас, вот я говорю, удмуртской тип одежды, а это русские одежды, например, косоворотки. Ну, у нас занимается такое деятельность, есть, допустим, столер, хороший столер, он это занимается, в основном, летом-то некогда, своя хозяйство там надо, и все. Занимается, делает, на заказ, там, оконные, там, это рамы, двери, там, шифонеры, какие-то столы, стулья, хорошо делает он, вот Андрей, делает он. Это он занимается, но это зимой он делает. Тут все оградуется, это, он все изготавливает, нанимаем его, и он это делает. Сейчас они работают в соседнем селе, там они, фермер, нанял, это, новый ангар стоит для зерна, склад для зерна, и вот они, несколько человек, у наших там, работают, нанялись. В общем, я сейчас делаю, по хозяйственной деятельности у вас община не распространяет свои деятельности, на хозяйственные дела. Это каждый самостоятельно? Каждый самостоятельно. Но у нас так, у нас, допустим, община, у нас десятина есть. Десятина. Десятина дается батюшка, а здесь уже на все, и на содержание, храма хватает, и там, и на топливо покупаем, там, коммунальное, коммунальное, в городе особенно, там, коммунальное больше, там, это все. храма хватает. Но у нас не та строка, как у адвентистов, под запись, у нас, как говорится, на особисть. То, сколько я и даю. Да, 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 даже батюшка в другой раз завидует. Тебе хорошо, ты вот это, что хорошо-то сделай, у тебя будет хорошо. Свечи мы делаем, мою воск я покупаю, вот, потом заказываю, я отвожу, там, мастер есть в городе, который делает свечи, он сделал, из моего воска мне свечей наделал, и все, я там заплатил ему, сколько-то труд, и все равно мне, все, или свечи я сам ставлю, там, или попрошу, чтобы у нас так, у нас нет продажи, ни в городе, и здесь. И если я приехал сегодня, я хотел бы пожертвовать свечу, пожертвовать денежку, тогда свечи так не получится. У нас свечи, что-то здесь висит, а я не знаю, а, для денежка, а свечи взять нет возможности. Ну, нет, мы так, мы были еще в советское время, с братом были, в Пасково-Печерский монастырь ездили, там свечи не продают, деньги дал на свечи, ты сколько, и вот положили на свечи, а потом монархи, во время этого ставят свечи. Я, прошу прощения, сейчас не по теме скажу, мы были паломниками на 50-ой земле, в Палестине, были в Иерусалиме, там, Рихон, всякие, Аманы, и наша, у нас групп было 50 человек, и среди прочих, были там, ну, несколько пожилых женщин, и они когда-то входили, куда-то, где здесь свечи купить, а потом просто, куда их поставить, а во многих храмов, странных греков нет, подсвечников там, и они говорят, вы из России, что ли, вон там корыто за крыльцом для вас есть, корыто за крыльцом, на шпорке, вон, как раскрыться, посможешь в храмах, кто-то взял свечку, там, за 10 рублей, а кто-то там есть за 50 рублей, все, что такое, это маленькая, там она, ну, какая толщина, ее там, я не знаю, там, чуть-чуть потолще, вот это, что-то, такое там, совсем она никакая, она сгорает, допустим, там, за 20 минут, а то и гореть надо, там, полтора часа, два часа, это, то, подтапливает, вот эта женщина, когда-то она всю службу бегает, бегает туда-сюда, она не смотрит, там, хирургинская линия, там, хричит, но нет, она, последний, там, только так, убирать, там, это, почищать, все, я другой раз, где в храм, пойду, по муниции, я останавливаю, ты сейчас, что бегаешь, ты нельзя бегать, она встанет, так она, вот стоит на месте, она, вот сейчас, вот это, держит, ну, догорит свечка, пусть до конца, туплеченая, пускай догорит до конца, но потом ей его ковыривать, там, вроде бы, а так она, так, вот это, она же, а, 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 у нас был опыт, когда я был на встрече в церкви, у нас была, на общей свечу, такой период был у нас, и оттуда средства, проходил человек с иконой лавочки, забирал, и на эти, на эти средства, на этот поднос, клал крупные свечи, и уже, кто стоит, поставили их, подсвечники, но сегодня, вчера еще у нас, остались там, полциане, как раз еще и не догорели, чтобы было там меньше, а не хватает, на два часа. Тогда я, ну, просто информация, тогда получается, если, вот у меня желание, пожертвовать в вашу церковь, подсвечник, вам не востребован, да? Или как? Подсвечник? Да. Ну, подсвечник можно бы, если я, у меня в городской, там, я хотел заказать, что бы сделали, у нас, простые, видите, вот впереди стоят, простые такие, сам делал вот этот, мастер Андрей делал. К алтаре? Да, к алтаре, да. А вот икон праздника? И в городе у меня, такой же, то есть там, как Адмия сделал, все простое такое, да, ну, вот этот подсвечник, на мне пожертвовали, который стоит. Панифидальный? Нет, ну, перед иконой, где стоит. А, если мы вам пожертвуем, какой-нибудь праздник? Чего подсвечник? Подсвечник, какой-нибудь праздник? Это, убытно настребован? Да, ну, почему, если на его свечи можно поставить, почему? Да? Все, я не услышал. Почему? Почему? Настребован, что-нибудь? Хорошо. А ну, понимаете, батюшка, я как-то на это жалко даже денег. Свечу поставить, это не важно, кажется, на какой-нибудь подсвечник. Ну, пришел, я говорю, бываю, там, софрена, посмотрю, и надо, покручусь. Нет, не буду лучше это брать, лучше на другое дело. Ну, такие цены, там, представьте, там, это десятки тысяч оно стоит. Ну, хоть бы сказать, и живем так, не бедно, но все равно жалко. А он сделал мне, еще мы сколько уже, 30 лет пользуемся этими, свечи горят, горят ровно, не мят, ничего. А я видел подсвечники, даже здесь, в Барнауле уже стали делать такие, как в Греции, песок. Стоит так, и в песок ставят. Или у них с водой даже есть. Ну, нет, это без воды, просто песок. Да, загорелся, ушел в песок, а потом все просеивают эти все, все есть такие, посвечники там закрутят, он там стоит, там за 100 тысяч есть посвечники такие, раз, такие, да, посмотрел, митра там архиерейская, там 180 тысяч. Ну, им надо, им надо. Цена такая, ну, как они без таких митров, это никак же. Поэтому нет, что проще, и проще, вот так, сильно ручился, там, цирок, он отхажет, кабинет, там, митра из соломы, украшена ракушками. Ну, какого архиерейка он лежал, не помню, просто, у нас в первые годы было так, что надо венчание, а у меня не было венцов купить, да и купить было не на что, просто даже, вообще, еще ничего не было, денег, но пара молодая венчатель, светов, светы полевые, спилились венки, так они сейчас еще, говорят, хранят, у них сейчас хранятся эти, венки ихние. Греть, в Грузии, на них так вот, тоже, венец, вот так вот, как полосочки. у меня не засохли, они хранят эти венчательные свиньи. А можно Игнать Тихонович спросить? Давай спрашиваю. Игнать Тихонович, миренький, вот, все-таки, вы столько лет, ну, тоже от начала общины, и до этого ваш опыт, вот, может быть, ваше какое-то слово, вот, мы стремимся создать общину, может, предупредить каких-то ошибок, или сказать, на что пособрать внимание нам бы? Может, есть у вас тут такое? К нам приезжает митрополит Виталь, этот, Сергий Иванников, ну, после литургии бывает, обед у батюшки, ну, его сажают, вот, от угла передней под икону, а я здесь сижу, ну, я быстренько съем, что-то блюда нет, и сразу беру Библию, и становлюсь, где он за столом сидит, вот так вот, а его уже толкают в Бог, ждет, благословение, он говорит, да Бог благословит, а другим говорит, ну, сейчас, говорит, всем достанется, а мне больше всех, вот так я гляжу на вас, отца, если я буду говорить сейчас, скажите, всю эту обеднюю испорчу, ну, ладно тебе вам, нет, нет, мы вас примем нормально, это хорошо, 12.48, Евангелие от Иоанна, для меня это был рубеж, просчитает, братцы, сейчас, я назову, я прочитаю, скажу, что он говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день, просчитай, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. В это время я работаю на корабле, 100% здоровья, там хилюков не берут, деньги, занимаюсь, прошел, сдавая экзамены высшего мореходного училища, 14 человек, конкурс, набиваю сразу разрешение сдать три курса за год по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков. Я делаю движение, был бы не кочегаром, а души пустота. Я не делаю, что делают моряки, моряки это самое развратное, что есть. и Бог ловит на тот крючок, который у него есть. Я любил бабушек. Какие-то они там забиты, ничего нет. Только сошел на берег, бабка идет с изолками, там с сумками. Я сразу подскочил, баба, давай помогу. Вот ничего же такого нет у Бога, так кажется. А ты сразу заговорил, а у вас собираются молиться где-нибудь? Моя душа тоскует. Я Христа не знаю. Вот сейчас люди обыкак ходят, и ну я верю. Ну а где ты, ну как я верю, причащаюсь. Главное, чаще исповедоваться, причащаюсь чаще. То есть самое опасное дело, и ты спасешься. Не готовый, ни за что не умирает. Многие больные мало умирают. Только запрещаюсь тебе, потому что не за счет. Я всегда знал, что я буду в аду. С детства привычу. Два года я знал, я буду в аду гореть. Мать сказала, Бог говорит, терплю до конца, буду мучить без конца. Меня никто не мог убедить, что я не делаю, что люди делают. Женщины, нету. Вот 83 года еще ни разу, я просто повторяю для людей где, конкретно и четко поясняю это дело. Чтобы умышленно солгал. Человек, который рядом, он думает, а вот ты солгал, вот то другое. Мне этого не было. Я ни одного мата не сказал за всю жизнь. А в душе меня никто не может убедить, что я спасусь или как. На иконах вот эти, да, как князь Владимир говорит, им хорошо, показал, который, а этим трудно. Для меня вот эта картина, лицевая книга, где показано сквернослов, там за язык подвешенный, снизу змеи укусают. Ну, картинки были такие хорошие, киноваривая все это. Я знал, что Божья Матерь выше Христа, она мать. Не было Евангелия. Я не слышал слова Евангелия, вообще не слышал. Просчитал только у Виктора Гугова отверженных для безорабли. Я вот отсюда и хотел бы сказать, ну, так, просите, да. Я боюсь просто говорить, вы приехали, поехали, чтобы наоборот услышать. Я рассказываю просто, апостол Павел когда возвращался, много рассказывал о себе, так что Евтих с окна свалился. И в это время я смотрю фильм в армии отверженной Виктория Гугова, он есть фильм этот, Франция и Германия ставили. Когда он больной, он ему говорит, как ты страдал, отец? Он глаза поднимает и распятие Христа на весь экран. Нет, дети мои, это он великий страдалец. И фраза одна, когда другого арестовали вместо него, и он говорит, что я хотел спасти, душу и летел. Вот это меня насквозь пронзило. 13 глава это называется. Я еще просчитал, фильм посмотрел сначала, потом еще. И я понял, искать надо где-то рядом, рядом. Вон, а в нем брошюрки какие-то продаются там. Ну, там Осипов был, тогда Александр Александрович профессор, и этот, в Ленинграде был. Я покупаю всегда два экземпляра, на одном где освещаются божественные, я вырезаю, а бывает и на той стороне божественной. Теперь со второй экземпляра это, я соединяю, у меня что-то есть, но что цифры, я не знаю. Я чувствую только, что это нечеловеческое. сегодня ходит человек в храм, я делаю такие повороты, что вам нужно ухватить это. Вот ходит в храм, но ваши прихожане, любого батюшки, а так главное, ответственные лица будут перед Богом. Как? Почему? А вот есть фильм «Сбежавший из ада», он говорит, он хороший человек, но в аду очень много хороших. Вот надо все это соединить вместе. А соединяется это на совести образованном, Евангелие, когда показали, где считают, собираются это пятидесятники с баптистами. Они мне дали Новый Завет, посмотри, что это за книга, а сами обедаются. Я начал читать, и первое родил, выродил, мужчина родил, мужчина, я знаю, это не бывает. А дальше и Рождество Иисуса Христа было так, Евангелие от Матфея, я скорее выписывать, у меня всегда с собой бумага, карандаш, ручки, дальше нечего записывать. Моя душа просто рванулась, это то, что я искал все эти годы. они зашли, когда, ну и как, а я там Нагорную пробу и считаю, я не слышу, но как бы голос, это небо говорит с тобой, это Христос. Вот этого обращения у людей нет, он ходит, думает, что знает. Я сейчас новый поворот делаю. Я преподавал одновременно в пяти университетах, и вот в одном, сейчас 28 тысяч студентов, крупнейший университет, из 18 стран абитуриенты. И там Цепенникова, Евгения Павловна, я с ней знаком, кандидат наук. И она берет под контроль сто групп, в течение пяти лет три тысячи человек, и она задает двадцать вопросов. Один там, через месяц, через год, и пять лет ведет это исследование, наконец-то, из мракоязыщества. Сейчас, если он найдет, сейчас можно послушать. Вы послушайте, вы с места не встанете. Вы просили сказать, я сказал, я не чужую жизнь показываю, свою. Почему 2.18 Якова написано, покажи веру твою, без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и дел моих. Еще особенно в этом нет, Яков говорит, я покажу, а вы себя показываете. из мракоязыщества, заряди. Интернета нет. Не берет. Значит, крещеных 99, то есть облитых, крещеных нет. Крещение говорить, можно столько угодно говорить, крещение переводится одним словом погружение, а немецкие, если немецкие знают, то я говорю, где, так, нет, больше вот это у нас. Вот. Там из Греческа, баптизаны, и прочее. Нет другого, никакого обливания. Обливание, это означает раздетый полностью, три ведра вылить надо до него в воды, и три только условия. Первое, он клиник, при смерти, тронуть нельзя, изломанный под машиной. Второе, в тюрьме, три раза с него раздеть и облить. Но этого и нет, обливания-то нету. И третье, в степи, плененный татарами. Все. А теперь все в этой в углу. То есть, а в первую очередь что? Первое самое. И вот к этому все лепятся. Все клиники, все больные. И попы безобразничают. Жулики в рясах. Ни один сихтанк не похрестил ни разу за последние 400 лет. Ни одного. Мы ниже их. Ни один старообрядец не был, а у них 50 с лишним только без поповцев названий. Ни одного человека за 375 лет после Никона они не мочили. В полное погружение. Кто мы? Мы никто. Перед всеми никто. И мы даже это сознать, перестать лгать самим себе. И вот здесь когда зашли эти люди я соединяюсь с этим и она говорит дальше. На 300 человек в храм ходит только один. 0,3%. Это ваше пасхо. Я когда сказал этому архиерею, а тогда был Антоний Маседич, а в газете церковные Алтайской миссии, а она поет на клиросе Евгения Павловна. Я говорю, вот это смотрите. Я как-то просмотрел, я говорю, вы на суд боже с этим пойдете, обманщики. На 300 человек только один что-то признает, а остальные в молодости надо грешить, в старости покаемся и дальше. Папы это обманщики и только думать о своей выгоде и мы такие же. Там вопросов 20 каждому 3 тысячи человек. 5 лет она как научный работник, она все разложила по группам, разные группы. Результат везде один и тот же, обман. Я делал свое исследование. Мы выходим из храма, люди выходят из крестилки. Крестилка, а крестящения то нет. 50 человек и ни один не мог ответить. За чего креститься? Я в Тобольске, брат там настоятельный. В это время священник крестить, он там заходит, там мира взять, то другое. Я сразу раз к ним, двоим. А зачем креститесь? В армию берут, а там сами знаете сегодня. А ты, да я с Витькой дружу, мы вместе. Он в армию не идет, но он вместе. А кто такой Христос? Инопланетянин какой-то, наверное. Он священник-то выходит оттуда и говорит, батюшка, да они же не верующие. Как не верующие? Ну, спросите хоть один раз. От патриарха сказал, не меньше двух бесед по 20 минут, как поднялись одной хватит? Какие 20 минут? А 5 минут хватит? Я вел занятия, у меня уходило на подготовку 3-5 лет, 550 часов академических. меня спроса нет. Я не священник, я печник, сторож. И вот когда все это я стал после рассматривать и вижу, это избрание. Доказать ничего нельзя, если ты не избран. Ты можешь быть патриархом, а Бог тебя знать не знает. И вот когда бывает здесь архиерей, я ему и говорил, вот мы считаем, где они апостолов? От Христа, от Святого Духа? Да, он сидит в углу. Владыка, ну могли бы мы с вами простить, как Павел говорит, и на берегу преклонили колени, вместе молились, падали к вам на шею, не колесам вашим кланяться-то, а вам, а почему нет? Сразу же палатки мы расстелили напротив там деревни и вышли Владыка на колени, батюшка там стоял, все вместе. Один шаг и то это, ну ладно, это такой митрополит. Ну давайте заглянем, 28 глав Деяния апостолов. Мы по порядку, по одному стиху разбирали, ни одного стиха нету похожего на нас. Мы все лжецы, презренные. Я когда-то просчитал первые главы, безошли они, я только одно, помолиться. А вы верите, они пятьдесятники гласовали и говорят, открыли, вы верите, что заговорили на их языках, а как, сразу вертли, я на немецкий язык, в школе языка никакого не был, я самостоятельно его изучаю за шесть месяцев. Выступаю немцам, говорю проповеди, никак, таков, дойчь. На английский четыре месяца ушло, но я понимаю, это напряженный труд, и вдруг заговорили, это крещок второй у Бога, он меня на языках поймал. Не верить, давайте вырвем страницу, я говорю, не надо, верить или не верить, давайте молиться, они-то молятся по-своему, а моя поклонная Богородица, Дева радуется, достойно, они ветер сослышат и думают, это как в пятидесятницу, бурный ветер, ну хоть так молятся, ну молитесь своими славами, как? Ну, у вас какая-то просьба есть? Никакой просьбы нет, у меня все есть, зачем мне? Вера евангельская, филиппинецам Павел пишет, открывайте свои желания перед Богом, я это еще не считал, они мне говорят, ну чего тебе не хватает, это вдруг у меня как молния, веры-то нет никакого, они говорят, это слово Божие, когда они спросили, как я говорю, хорошая книжка, на Новый Завет, это я сказал, 27 сентября, 62 году, 17.00, у меня обращение было, самое полное, здесь же я получил рождение свыше, и крещение Духом Святым, я языки не знал, это как в огненную лаву попал, у меня все буквально рванулось, сказать другим, сколько у меня друзей везде, я пишу буквально с чемодана бумаг, первого матроса, только возвращаясь на корабль, он на рейде стоял, живем неправильно, Христос умер за нас, и когда я сказал, дай мне веру, Господи, мне показалось, как верю, верю, не было голоса, я не слышал, внутри, там, я встал, и тот, который склонился, ну 23 года уже, это абсолютно другой человек, я на того смотрю, мертвый, здесь я встал, у меня как будто бы, как Иеремия говорит, внутри костей моих полыхает огонь, я не буду говорить, вот скажу это, вы скажете, что нас учат, мы без него знаем-то, я говорю, другого нету пути, 8-9, послание к Риму, кто Духа Христового не имеет, тот не его, это не пискошка помазать, можно и всего в бочку с миром погрузить, это Дух Святой, полном, абсолютном присутствии, о чем воин Истинецкий пишет, все эти ваши обливания, он в ничто ставил, в ничто, ни одного всех, крестил заново, какое, перекрещивание нет, вы обманутые были, воин Истинецкий, Лука, вы знаете, на фоне, как приезжает из России, мощеных, там, никаких верующих нет, они всех ведут и сразу крестят, не надо словом, что перекрещивание, в темноте, 8-20, пророк Исаия говорит, если нет ни слова Божия, нет в них света, я враг всей вселенной, я знаю это, когда мы узнаем, мне за ночь бывает 72 угрозы, за одну ночью, и большинство священников, почему, потому что я говорю, высших голов смотрю, кто они такие, я говорил патриарху, в ООН писал, всем генеральным секретарям, я остался живой, я вот разговаривал, я говорю, это не я, это Господь делает, это избрание благодати, вот говорят, вы вчера молились ночью, за эти, меня только привезли туда, Казахстан, другая страна, 7 человек уже остановились, сзади вас молиться на колени, можно мы с вами вынем, камера уже моя, я разговаривал, Глеб Якунин, 7 лет отсидел, отец Дмитрий Дудков, у кого было? Зоя Крахмалникова, там, ну, со многими священниками, которые были, никто, я только зашел в камеру, камера, и первый раз уже, тебя, ты не знаешь биографию, сначала там, у параши ночевать будешь, я зашел, перекрестился, а камера на 25 человек, а в ней 75, и все курят, не видать, из дыма только выйдет кто-то, мир дома всему, заколыхалось, там такой амбал вылазит, и что за фигура, залетел какой, какая статья, говорит, 190 прим у Караса Церкви, что, мента грохнул, я говорю, 190, это прим, политическая статья, сразу зашевелились, так у вас может считать, что-то есть, Евангелие, Новый Завет, без этого я со следователем даже разговаривать не буду, сразу договоримся, с 8 до 10, свободное время, 8 ужин, 10 отбой, не курящих, 3 человека на 75, тщательно вымыть руки, под контроль всю камеру, чтобы никто ни слова не сказал, не закурил, а там дисциплина больше об армии, и в это время, я два часа проповеды, охранники из двух этажей уже у дверей стоят, и это завтра будет, послезавтра, не види на колени, я говорю, я верю в это, мы тут же склоняемся, нас орут, из этого в самый подвал кидают, это делает Бог, никакие семинарии, никакие академии, никакие докторианы, доценты, этого не будет, живая связь с Богом, живого человека к живому Богу, вот меня сколько просят молиться, из разных стран, молить, я молюсь, сразу отвечают, сразу же, а как так, не знаю, я не думаю ответа такого, вот она звонит, я знаю, в России воскрешение, там патриотическое, я хочу ехать в Италию, тут была, приехала, замуж вышла, дети, неверующие, я ей просто говорю, я вас не знаю, не молился, Анна, подожди, я буду молиться, я получу ответ тебе, она через неделю, через две, через месяц, я говорю, ответа нет, вот люди, а как ответ, как, никак, я на молитву его получаю, и вдруг у меня как, как там внутри, я не вижу, высвещенное место писания, я вам сразу выписываю, она только позвонила, я ей даю сигнал, ладно, ответ получили, вот обвини меня в этом, еще я сказал неправильно, я говорю, записывай, записала, духовник есть, есть, иди к нему, и скажи, батюшка, помолимся, и вот мне стих прислали, что он скажет, кто ты, делай, я не даю ответ окончательно, я ее призвал к словам, которые в Библии написаны, батюшка говорит, это здорово, я не даю ответ, но я указываю, ну, ты готова, да, а сама трепещет, помолились, она говорит, никуда не ездит, тебя там не ждут, она уже все узелки связала, она такая патриот, там, это царь и божь, эти там с ними, все, другие звонят из Германии, один внук, операция, помолитесь, 7 часов уже, сейчас операция будет, я говорю, я могу молиться, я скажу вам, ребенок на 7 минуте умрет, вы будете делать операцию? а почему? мне вопросы не надо задавать, я не знаю ответов, я просто говорю, молчок, почему вы звоните, Германия, там столько у вас там, почему ты сюда звонишь, а вам Бог отвечает, не надо играть этим, я не слышу голоса, я жду ответы Святой Библии, я говорю, я просто испытал вас, вы знаете вы или нет, я буду молиться, а что, как Богу, да будет воля твоя, у меня ответ такой, да будет воля твоя на земле, как на небе, она, сделали операцию, 7 часов буквально шла, звоню, температура прям сгорает, помолитесь, я только молиться начал, температура резко пошла вниз, молитву я ровным счетом еще не знаю, все благодать Божия, а вы хвалитесь, хвалящийся хвалить Господом написано, что ты знаешь Его, и поэтому, слышу, вот батюшка так, его Бог на это и дело избрал, вот люди уезжают, которые для них как откровение, как священник разговаривает, каждый уезжает, подходит, он встречался там, исповедовал в другой раз, и они влюбились буквально в Него, а ко мне подходят, а мы единые с Ним, мы благодарим Бога, и вот это, что Бог делает, дает, это столько людей, вот нынче, прошлый год, а сколько они приехали, которых не пустили, в другой стране, им счету нет, выступает доктор богословия Павел Бочков, может слышали, он там профессор юридических прав, Павел Бочков, зарядитель, и печатает его местная алтайская миссия, у них журнал для семинариста Покров, ну и наши потеряевку описывают, по-разному можно говорить, к Лапкину и Игнатию относиться, но то, что тысячи людей пришли, от баптистов, от других семинаров, перечисляют там, через него, вы куда денете, и все заглохло, я не знаю всех, мне пишут, я уже давно пришла, сейчас вы для меня духовный отец, другой, я говорю, нарожала, знать не знаю где, это у меня, когда я стою за капельной, записки только летят, приходили, уверовали, теперь идут, благовествуют, я что могу сказать, Христос моя жизнь, кто бы он ни был, а бывает нападает, это, наград много, но великая награда только за одно, когда будут гнать и злословить тебя, ибо велика ваша награда на небесах, ему роль такая выпала, полносить меня, плести венец, он не понимает этого, я не могу к этому давать ничего, награда, говорит, радость на небесах об одной душе, когда она обращается, мне Бог дал, вместе с этой радостью быть, вот мы это, паства, мы с работы сегодня, я сказал, полчаса мы бегом сюда, и сейчас опять на работу, успеть пока они здесь, и мы порадовались этому общению, я боюсь разговаривать со священниками, благостью не будет нападать, они сразу разные-разные подыскивают слова, прям радиопередачи делают, сидят, и мною они там питаются, у меня нет этого, я могу только молиться, а у вас враги есть, он враг, но для меня он не враг, чем более он лютует, тем больше я молюсь за него, я буду заглядывать в небо, ждать ответа, а верите, что вы будете, многие перешли эту грань, как правило бывает, это уже далеко зашли, похулили Духа Святого, раскаяния нет, я иногда чувствую, молитва не идет, я страшно боюсь этого, как так, да это человек живой, живой, и при жизни он уже совершил это, он хулит Духа Святого, он видит, сколько людей обращается, он разные причины находится, хулить, тогда самое главное, а если коснуться, бывают некоторые сами, которые пришли, на них кто-то влияет, у меня нет врагов, потому что золотолуц говорит, в первую очередь, молиться о врагах, мы перечисляем всех пробителей, патриархов, каждую молитву, и через каждые два часа, у нас молитвы, все это бесплатно, об этом даже разговора нету, и даже крещение, если только правильно погружение, и деньги, это пишет патриарх Алексей Второй, за крещение, специальная плата, это уже настоящая симония, это проклятие Божие, а ведь сколько платят, у нас этого нет, у нас тарелка по храму не ходит, ни за свечи, ничто нигде у нас нет, десятийная святая, мы биографию просто не знаем, я первый раз, вот представь себе, огонь-то горит, но я не знаю, с чем я докажу Богу любовь, покажи Господи, и вдруг заговорили о десятине, я не знаю, но умом уже я коснулся, а там считают ее в комнате, я подумал, я буду платить 9 десятин, и 60 лет так прожил, на двух, на трех работах, тысячу заработал, 900 сразу на дело Божие, батюшка сказал о людях, которые печатали, вот один из них, наш близкий друг, исчез, 5 лет нету, еще есть 5 лет, вдруг появляется, а ты где был, на золотых приисках, на американском бульдозе, я работал, деньги большие, так, платил деньги десятину, Бог не говорит, что вы жадные, а вы обкрадываете меня, десятина нам не принадлежит, он мои 900 рублей, он приложил сотни, и просит сотни отдать, обкрадываете меня, проклятый вы весь народ, чем мы виновны, десятильное приношение, вот попробуй сегодня, косись свою паству, когда они платили это, и ты увидишь, проклятие на проклятие, кто дело Господне делает небрежно, проклят он, меня Украина буквально душит, почему вы так ответили, для Украины нет покаяния, за нее молиться нельзя, я молюсь только, когда будет воля твоя, 48-10, Еремия, двойное проклятие, проклят, кто дело Господне делает небрежно, ты скажешь, а вот то-то, то-то делает, трудно определить дело, там, стряпы, это другое, но крещение дело Господне или нет, извращили, все перепортили, перепортили мой виноградник, говорит Господь, перепортили, и прямо обращается к священникам, а второе, проклят, кто меч Господненью держит, от крови, все ереси, все с Украины, вот это что, мощение голов, там, кисти, это они, пришел меч Господень в лесе другого, это не война, это только определенное, еще дело, дальше впереди все будет, я не буду брать другое, потому что это страшно, и когда мы молимся, ощущаем ли мы, что Бог слышит, отвечает и наблюдает, если будет суд за развал России, на первой скамье будет сидеть учителя и священники, что вы сделали с народом, 50 человек мы осмотрели, которые выходят, ни один не может сказать, для чего крестился, почему, бабка не хочет молиться за ребенка, еще там кооти, Христ растет, ну и пошел там с друзьями, у нас епископ, наслышался, то что говорит, а он хороший, не хищный, ну и подходит к крестнике, он говорит, ну надо сначала позаниматься, где? ну у нас занимаются, ну так занимайся, я пришел, а у него там бочонок с пивом, друзья придут, уже покрестить надо, он говорит, вы Евангелие приобретите, и будете заниматься, он пошел, Евангелие пришел, крестить-то будешь или нет, ну мы, так ты что помнишь, мозги ты морочишь, да в рот ты, пошел ты на, и епископ говорит, я только тогда подумал, да что ж я делаю, это в храме, под куполом, вас еще каждый раз нужно крестить, сколько было таких, которые мощеные под разным причинам, обманщики, жулики в рясах, другого имени нет, разбойники, и не кто-то это говорит, не кто-то, патриарх России второй, говорит, каких бандитов-то принимали в церкви, за крещение, за венчание деньги берут, это самая настоящая симония, за молитвы деньги берут, оборони Бог, я встретил, что кроме десятины, больше платят только один еретик, Кукушкин Игорь, в Иркутске, нам уже были Евангелие, мы не знали, где меня с ним свели, и были, это Бог делает, вот здоровый крепкий мужик, встречает, а вам сколько надо Евангелие, ну что я могу сказать, я приехал на газели, тонну, ну не можете сказать, тонну дай мне, я говорю, ну сколько можете, ну сколько, Евангелие-то, и мы с ним идем, вот он поднимается, как полуэтаж такой, и я иду, еще и паренька впереди, он за мной, вот, я остановился, и говорит, остановитесь, уже заходить нужно, я в первую жизнь встретил живого пророка, я думаю, о ком-то рассказывал, я только разговариваю с ним, он, какая-то там секта такая, только спустились туда вниз, вам сколько надо, то так развернулся, завтра подказал, все забирайте, все, зазомбировал, как говорят, ну мы нагрузили, конечно, тонну, и вечером, он, жена девятым ребенком, кажется, беременная, и он, говорит, я оплащу пять десятин, я первый раз встретил, не просто десятину, пять десятин, и стоит нам прислуживает, и рукой крестится, он их присвитером или кем, полстречи, даже не было встречи настоящей, это Бог делает, никакие, вот самый большой обман православный, миссионерские отделы, ни одного отдела создать нельзя, это обман, Христос мог создать, почему не создал, говорит, двенадцати послал по два, избирает семьдесят, послали по два, еще слепые, что ли, Кирилл и Мефодий, где двое, Моисея и Огород двое, какие отделы, ну, отделы, может, певческие, там, какие-то, но миссионерские не состоятся, никогда, двое, один проповедует, другой молится, и мы двое на машине, два миссионера и шофер, от Тихого, от Атлантического океана, этого никто никогда не делал, и мы посетили 650 библиотек, подарили, вот, 38 моих томов книг, это 35 миллионов нам обошлось, и мы даже не почувствовали, поехали без денег, завтра ехать, денег нет, Бог знает, в это время звонок, откуда, Калининград, бывший Калинингсберг, вам деньги нужны, а кто ты, Дмитрий Булкин, а почему вы решили, новые книги издаете, я слышал, вам нужно, я говорю, я уже не издаю, я умею отрезать, отрезал, все, ни одного стихотворения больше не пишу, а написано 3467 за 9 лет, 4 тома по 800 страниц, до строчки занято, раз отрезал, больше нету, а теперь, я деньги пересылаю, тогда, я говорю, мы едем путешествия, шестизначными цифрами, у меня два священника заехали, я говорю, у меня книгу выкупать, предоплата была, выкупить нечем, давайте помолимся, а кто пришлет, батюшки, так откуда же я знаю-то, регистрация, через два звонок, это вы где, в России, я говорю, да, говорят, у вас храм во имя Климента, она знает, Климента Анхирского лагеря, да нам все равно, а вы кто, Сакраменто, Калифорния, США, мы завтра высылаем деньги, вам, Вестер-Люнион, мне деньги должны, помолились, два священника, я вам утро встает, и вы их не знаете, понятия не имею, я молюсь и получаю ответ, я знаю Бога живого, что-то где-то не заладилось, бывает к батюшке, вот приедет там, священник, я любому вылеплю это, если они так раздеты, женщина без платка, я обязательно скажу, но это в него доме, и он только скажет, время-то позднее, шел бы нам домой, на полусловия оторвусь, и сразу пошел, он священник, я посчитаю его, об этом, как умно батюшка сказать, я иду и радуюсь, два слова повторяю, идти домой, как откровение какое, а почему, Бог, и поэтому, на все надо смотреть, через то, что я умру сегодня, и чем я представлю, батюшка, две священники, они говорят, мы любим, Игнатия Тихоновича, но он, вот о нас плохо говорит, всегда, и найти говорить хорошо о них, и они будут, меня помнят, меня помнят, попов, когда был попов, кто плохо говорил, это, это, это подарок, сестра у меня, батюшка, у меня сестра родная, в епархии, и есть секретарь, кандидат богословских наук, Александр Пивоваров, дает задание, по Библии, поищи, что о священнике говорит, симфонию дал, она дня три, наверное, искала, пришла, он в совещании, епархиальное, и архивея нету, она говорит, батюшка, ну ничего про священника хорошего нету, ну вот это мы и скажем, у меня идет священник, батюшки друг, и говорит, Христос сказал, притчу о священнике, ну почему самый бездушный такой священник-то, прошел мимо, даже не тормознул, ведь шел-то из Иерусалима, куда идет, из Иерусалима, в Иерихон, это же еврей был, еврейский священник, левит-то хоть, дьякор-то посуетился, обошел вокруг, конечно, оглядывается, как бы саму не досталось, я говорю, батюшка, да другого-то нету, Христос знает вас, а вы знали настоящих епископов, ездить только деньги, говорят, собирать, я говорю, знали, кто их тихие курочки, наш епископ, у него носков не было, я послал о вещах, он со мной целый день, там солома зимой собранная, в осени собранная, мы целый день на соломе, и все вопросы решают, и после напечатать, я приезжаю, сколько нового я получаю, понятно, у нас, вот, родственные отношения были, по слову Божию. Вам на работу понадобится? Игнатий Иванович, вы сейчас уходите, может быть, кратко два вопроса, кратко, вот сейчас такое явление, сейчас, на Востоке идет, сейчас, подготовительная работа о собрании Пентархии, ну, вы знаете, что это такое, без меня, естественно, если Пентархия, примите решение о изложении Пентархии Кирилла, если примите, конечно, так не говорят, но если, мы не знаем будущее, Господь знает, но если, что делать? Бочишка, я недавно разбирал только, на вашем месте, не подумайте, что я на вашем месте никогда не буду, и проще, я знаю, Максим Косков, Андрей Куряк, приезжал у меня книги, здесь подарил ему, знаю, которые вот это, вы не ценили свою должность, и все можно было сохранить, наши втихи, огневался на нас за три мои материала, которые к истинному православию, в книге у меня, что против войны, второе, на русском языке, о слове там, батюшку запрещают служение, поградил, а меня отпущают, это он говорит, чтобы я принес покаяние, три года, чтобы не разговаривал на эту тему о русском языке, 23 марта исполняется три года, я больше ни разу не говорил, конечно, университета, со мной в милицию не пойдет, по радио три программы ведут, но он мой епископ, мы сразу подчинились, и батюшка сохранил себя, а 23-ю вы никого не спрашивали, у нас богослужение церковно-славянском, а библейское на русском, по синодальному, но если это поется, тогда и библейское поется по церковному славянскому, мы прошли золотой середины, архиерей говорит, вам дай палец, полохоть отхватите, этого не было, и он сам стал переводить, батюшка приехал, он расскажет, скажи, как там, священники сидят отдельно, заходишь там, где это, торгуют с священниками, священники два сидит, ну я поздоровался с ними, а там что, да там, иди послушай, что владыка делает там, а он панихиду творит, и он перевел, где панихида, там все это, на русский язык, в стихи, ага, и вот он, вот что он делает, ну а что, это хорошо-то, то как это, вот он, а как братья лапки, вы сумели архиерея так уломать, он же против был, молитва, Батюшка, вы каждый день в наших молитвах, дня не было, чтобы вам было молитвы, что делать, если пентархия не изложит, что ты раз Кирилл? Я отвечаю, 2.38, Деяние апостола, просчитай, и 22.16, Деяние апостола, 2.38, давай, да у тебя вот оно, перед тобой, все, Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Для прощения грехов, а только там, когда ты осознание, что ты грешник, абсолютно погибший. У меня здесь одна фраза, у меня много есть, которые я слова сказал, они сделали с апоризмом, их по интернету таскают, спорит тот, кто ничего не знает, знающий возвещает истину, это от меня вышло. Другое, о крещении, как сказал, а можно по-другому, никак. Бог никогда, никому ничего не прощает за так. Вот такая моя формулировка. Бог никогда, никому ничего не прощает и не может простить. Это же еретически, нет. 6.23, Диана, Рим нам говорит, возьмите за грех смерть. Ну, что согрешил Адам? Ева дала плод ему, ну, по-нашему сказать, фрукт какой-то, и уже умерло за это больше ста миллиардов людей. Господи, да прости, ты да ко мне в сад залезли, я бы ему корзинку дал, набрал бы за пазуху. Вы не знаете Бога. Бог никогда, никому ничего не прощает за так. Почему? Потому что возмездие за грех смерть. И для этого Сын Божий сошел и взял на себя грехи мира. 1.29, Евангелия Тяна говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Златоуз говорит, ты все, что считаешь в Библии, у своя грех мира, ты поставил мой грех. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненарода 3.16, дабы всякий верующий в непогибную имел жизнь вечную. Всякий это я, Игнатий. Полвуху мой брат. Это поют Божий. Полвуху мой Богом, Мессия распят. Вот. Батюшка, я говорю то, что пережил. Что Бог, когда ищет человека, Он его ловит на то, почему он склонит. На бабушках меня, на иностранных языках. Никого больше не встречал, чтобы на этом Господь поймал. Последний вопрос. Будет ли от России последний славу миру? Что обманывает? Ждать нечего. Я начальник детского лагеря, директор. Сам создал лагерь. Батюшка сказал, сколько у меня в среднем. Каждый год было 108-109 человек. Я 45 лет его директор. Без помощи государства. И я знаю этих людей. Если я одновременно в пяти университетах вел занятия в 13 школах, я знаю эту обстановку. Ведь я работаю среди милиции в всех отделах, в воинских частях края. Я знаю и эту обстановку среди этих людей. И скажу, заметно на глазах деградирует человек. Особенно помогают ему сегодня компьютерные игры. Первое, это разврат. Дальше, компьютерные игры. Все остальное, что делают люди, там, это все настолько временное. Вот моя наработка об этом, я скажу. Вот человек думает переезжать куда-то или сына отдать куда-то, обучать, чтобы он был грамотным. Или женить. Надо задать четыре вопроса. Четыре. Первый вопрос. Что я ищу? Небесного или земного? Вечного или временного? Первый вопрос. Ответь четко и напиши. А раз граф, вот так, вы покажи, переезжать, не переезжать, выходить замуж, не выходить, а там плюс и минус на каждом. И второе, что об этом говорит Святая Библия? Не просто Библия, святая. На всех языках мира везде, допустим, Холюбайбл по-небецки, Галлиган Библь по-небецки. Святая Библия, Святая Библия. Что она говорит? Это вот ты должен ее знать. Что она говорит об этом явлении? А ты более широко раскинь, что говорят, жития, православные, что говорят каноны? Третье, что говорит твоя совесть по этому предмету? Делать или не делать? Собирать себе компанию, как у меня недавно было, у меня там навалились одни, и только поставил себе человек, что было, ролик, и одна из них, близко им, 63 раза испражнилась на это. 63 раза, и человек ослепленный не видит, что это он же поставил ролик. Один и тот же человек гадит, им все отдано было, они полностью лишены общения с Богом. Я ничего не могу сказать, я буквально умираю на молитве. Во сколько вы стоите? У нас 4,40, я обычно 2, чтобы успеть почту разобрать. а что делать? Ничего. Я умираю буквально на молитве. Что делать? И это все идет от старших. Будет ли, ничего нету. А что, будет император, короткая, да там не передает канавку, бреди пьяных старух, как говорит Иоанн Златоус. Ничего ожидать не приходится. У России участь, какая она была, заканчивать войну. Можете перечислить Мамай, Чингисхан, Аларих, но по порядку они Наполеон, Гитлер и выходили всегда со страшными поражениями. Вот, говорит, Куликова, битва. 400 человек выше, 360 пали. Какая же это победа? Из 10-90% гибели. А уже через 6 лет пришел Тахтамыш и Сергий бежал радорски, все у него жили. Битва не нужна была. Бородинская служа не должна была. Михаил Иванович говорит, я выполняю волю императора. Зима впереди, передохли бы все там. Не надо бы даже воевать было. А Гитлер, он бы не родился, если бы мы жили по-божески. Это меч Божий опустился. Наказал того и другого, и та и другая система исчезли, и все проклятые. Научитесь мыслить категориями священного писания. Не считать свои болячки обиды. Каждая маленькая нанесенная сегодня тебе оскорбление, это награда. Зато он говорит, вы спряли мне венец больше головы. Опустился на плечи, и голова не увенчана. Так я смотрю на тех, которые не дружеские, и они ничего еще не знают. Встречи личной с Богом не было, ну и прочее. У меня переписка была с митрополитом старобрядческим Корнилием. Ну, я ему выслал к Иисову православную. Говорит, я много нашел нового, полезного, интересного. У него вышло 100 проповедей митрополита Корнилия. Ну, я только после этого тут старобрядцы у нас есть. Ну, они ходили в храм, а потом запретили, от причастия отлучим, причастием играют. Новая секта причастников. приходили, занятия нету. Ладно, одному дает разумение, приходит. Ну, а как? Да к храму же идет. Я написал, владыка, у нас есть старобрядцы, мы не требуем ничего, и мы молимся, как с детства приучены. Ходить. Нет, мы этого позволить не можем, потому что вы признаете рам на это, а у нас больно. И переписка, мы митрополит, первосвятитель, или как назвать его, предстоятель их церкви, и наша служба прекратилась. А я с их разрешения, старобрядцев, я говорю, я напишу, потому что, ну, думали мы, ну, они и те же, родные, наша сестра там, ничего нету. Они с нами, как говорится, о Библии-то не знают, никому ничего не прощают. За 375 лет от Никона как пошло. Ни одного миссионера нет. И что? Это не все. Даша-то переведет, перевод неправильный. Я приношу лучшим из них блаженного фефилакта, толкования. Это неправильно. То есть все лжецы. А раз нет, у другого ничего нет. Если Библию, кто досчитает, до конца сойдет с ума. Это старобрядческое наследие. А у православных бей жидов спасая Россию, это новообрядцы. Мы одинаковые, но один другого стоит. У нас, по крайней мере, перевод. Мы Библию издаем. Я спросил, говорю, у вас в Новосибирске-то есть Библия? Есть. А где? Ну, у нас подвал есть, там в подвале, в межном этаже. Кому надо, посчитают. Да кому надо, когда служба бывает 6 часов, только вырваться до домой? Ну, обман на каждом шагу. А занятия такие. Я говорю, блаженный Афифилах, ну, посмотри, как пишется, что акриды, дикий мед. Акриды, он ошибается здесь. Акриды, это не саральща, это растение. Написано, что подлетает, 6 ножек. Ну, таких. А свинью идет. Вот, заканчивается. Потому что Христа напоедет свинной желчи. А молиться надо так, Христос так благословил, и ничем ты им не докажешь. Которые имеют священство, белокреницкая, но отзы, пускай не имеющие священства, больше 50 разных толков. Друг с другом не может стать. Книги старые, персосложения. Почему? На первом месте мама научила, икона должна стоять на подоконнике. А у другого голубя нельзя изображать. Ко мне заходит аббат голуб, молиться нельзя. Ко мне вот епископ Силан был. Я его угощаю. А нам с вами нельзя с иконьянами за стол. Ну, я говорю, я и не буду. А у вас икона нет деревянной. Она мне есть. Я принес, на стол поставил. Он третий. Я говорю, знаешь, не выкогнущивайся. Ты у меня на квартире. Завтра тебя посадят, и будешь из лоханки вылавливать крошки. Ну, тогда уж дебаться некуда. А поехал наш епископ, епископ и втихе это в Австралии встретились и вместе пельмени ели за одним столом. Блины и пельмени. Ну, понимаешь, мы и как дети мало играем. Вот, Маш Большой, видишь, я вам буду говорить. А то вам на работу уже пора, вы сядете. Вы дайте отдохнуть весь день. Батюшка, я сказал вам, строгое взыскание будет священства. Где вы тогда будете? Вам спать никак нельзя. И вот это мощение, что вы говорите. Однажды я слышал, вы сказали, могу сказать, что я от вас слышал. И сказали, а вот там-то, в Португалии, было фатинское чудо, и вы говорили, это о России молится. Это явление демона было, дьявола, а вы посчитали за ангела. Это от дьявола было. Вы просто не знаете. Дальше ты что? У меня в книге все описано это. Какие были явления в это время. Все, которые кинокроник, а шла фотографии, все изъяли, ни одной в мире нигде нет. Явление среди деревьев Божья Матерь без головы не является. Это они молились о России, чтобы под туфлю Папу подвести. Это явление демонов было. А вы посчитали, что Божья Матерь явилась. Просто у меня в книге все это описано. Как это было, какие исследования были, обман. А это мы должны чувствовать, развлечения духов, талант такой. Человек вот является, вы узнали? А как вы узнали, что его нельзя до крещения допускать? Не знаю. Я повторяю, не знаю. Она приехала, вот я сказала, она недостойна крещения. Она уехала. С дочкой была нынче. Других еще двое было, разговаривали. Как Бог это делает? Он это показывает. И поэтому с освященниками уж трудно говорить. Вы привыкли к почтению и прочее. Я вас посчитаю больше, чем надо мной. Я вас ничем не обижаю. Почему архиерей сказал, достанет совсем огне больше всех? Потому что, когда я у него бываю, а я пошел, сорвал, миндаль растет, ветошки. Миндаль, это как бы символ воскресения из мертвых. Он мне позвонил, митрополию я пришел, мы беседуем. Сели за стол, но тут секретарь сидит, и я беседую и говорю ему, им тут, священцу, один час пять минут. Ну и последнее, все записывается. Никогда он не запрещает, при нем я счет, захожу в алтарь, фотографирую, никогда ни слова нет. А почему двое? Это фотограф, а это все за стол. сейчас пять минут проходит, и говорит, Владыка, ну вы хоть что-то мне-то скажите. Он вот так вот сидит, золотые слова, Игнать Тихонович, не умолкайте. И все на этом. Вот такой близости, отцовской близости, ее за деньги не купишь. Мы сколько терпели, были епископы какие, и вот этого дал Господь. Почему? Он не взятый из каких-то хористов, когда это был, Дмитриев, Максим. Откуда, Стобольска, что ли? Этот был и в Чехословакии, служил, и в Эстонии, и в Иерусалиме, и везде у него награда правителей. А тут перепортил все со всеми враждан, правителями. Его прислали сюда. Вот у нас надписи, видели? И он увидел, ты оставил меня, говорит Господь, я простру на тебя руку твою. И дальше ему что, говорит, я устал миловать, я погублю тебя, он сразу остановился. А где это написано? А солнце падает. И 15,6 Еремия пишет. Единственный епископ, который это увидел, остановился. Это о многом, говорит. Очень о многом. Бог наградил нас таким епископом. Будьте со всевозможностью у кого, но я желаю. Вот приехала к нам, она через интернет, услышала, она казашка, да была у свидетелей Егова. Это капкан на капкан. И она обратилась. И 11 человек, мусульман, пришли через нее. И она приехала. Я говорю, не Езер, она Райхан, а теперь Рахиль. Там сын, у нее там тоже, библейские имена все. Священники не разрешают фотографировать. Только как настоятель, заплатить денежку. Я сразу к митрополиту, владыка, благословите, мы где идем, идем, и нам, ей хочется все посмотреть у нас. Я благословляю. И теперь не разрешаю. А я говорю, владыка благословит, связывал. Один священник, только одно прошу, вместо не давать. Он пришел на веселье. А мы в это время снимали, он подвернулся под руку, чтобы его здесь не увидели, что он под другим. Видишь как? Мы мешаемся очень сильно, когда вот так делаем. Но поймите, я это делаю, потому что мне это Бог открыл, этот талант я не зарыл, и я его поез. И как уж я его не усну, Бог это только знает. И что мы приехали? Это все милость Божия. Я тогда ждал, когда вы были еще в сане, но не унывайте, я боялся сильно за вас, как бы вы не начали благословлять и проще делать то, что вам уже не принадлежит и не будет принадлежать. Ничего. В этом сане никто не запретит вам носить такую одежду, проповедовать, говорить, но только сверяйтесь с Библией. Я многократно, многократно находил у вас, вы говорите, не по Писанию. Вот здесь интересно, совсем недавно было, вот она сказала, вот этот Михаил, Макс, Макс, что Библия испорчена, то другое, как я могу его слушать? А Игнатий говорит с этим Амгроси Юрасов, у него две книжки вышло, о нашем уповании, или как-то так называется. И я по Библии вижу обман, обман, обманывает он людей. Нет, этот говорит, Михаил, я верю, что он уже в раю. Это вообще на себя брать такое. Он верит. Какие-то видения были или где? А, этот, я бросил, мы идем, а я ему говорю, а как такой вопрос, я так. Он остановился, записывать надо все. У нас, вот у нас, понимаете, такое преподают, заслушанное, ничего, это живые слова, как беседа с разными сектантами. У меня люди разбиты на 24 категории, кому с каким словом подойти. Я, Морос, себя знаю постоянно, несколько раз приезжал здесь. Его трудно было свернуть, но здесь, он говорит, ходил по одной плашке. Архимандрит, авторитет, отовсюду люди едут. А когда по Библии сверили, тьма, я ему стал говорить, он ни слова не возразил, только голову опустил. Батя, отвечать за все, за это будешь. Сколько людей ты обольстил? Сны рассказываешь старушкина, басни пьяных старух. бредни пьяных старух. А почему вы не священник? У меня свой талант. Когда беседовали, митрополит Миталий, я говорю, ну я стал рассказывать, а сидят епископы тут за столом. Я говорю, я это делаю, у меня давно бы уже рукополагали, приезжал даже на доме епископ. Нельзя это делать, мне кое-где вход будет закрыть. Митрополит Миталий послушал, говорю, да, это вы правы. А я прохожу везде, где бы ни был. Где? Даже начну говорить, люди даже не верят. А вас вербовали, вот когда допрашивали, я по санкции МГВ, по санкции Московского КГБ меня арестовали. Я говорю, первый допрос, я его уже теперь веду, не он меня. У них умение от меня вербовать. Только начальник, там полковник сказал, эх, Игнатий, вам бы только у нас служить. Порядок любите и все. Ну, порядок, порядка, но вам надо подумать о жизни вечной. Это Бог делает. А вы начальник, а он подполковник, Никулин Юрий Михайлович. И он моей маме говорит, вашего сына я вытяну из тюрьмы, верну домой. Когда меня освобождали, он приехал на машине со следователем, одетый с орденами своими, и меня привез домой. Ну, я вышел, жена пришла тут на ступеньках, помолились в тюрьме. Я говорю о людях, которые буквально при первой встрече Бог обращает. Привезли мне еврея показать, он такой, не больше двух часов был. Стал православным и стал священником. Ну, пусть через каждого священника придет один еврей. Ну, евреи все захватили, вы знаете, бороться надо. А какое оружие? Любовь. Другого нету. Чтобы они увидели, со Христом лучше, чем без Христа. У меня следователь, сотрудник КГБ, обратился, стал священником. Пусть через каждого священника придет один сотрудник КГБ, офицер, и станет священником. Ну, попятились. И в любом деле так надо делать. Чем больше летует враг, тем больше я должен молиться о нем. А он даже не знает. А мне не надо знать, я знаю. Батюшка, вы сами просили меня сказать, поэтому я разговариваю. Благодарю вас. Я могу сидеть каждый день, и вы не узнаете, что я разговариваю. Один раз сказал, говорить не буду. Я четыре месяца не произнес ни одного слова. И все считали глухонемой. Тем более, я плохо слышу. Хорошо. Так что я бы ушел сейчас, но попросили. Потому что оружие есть, и везде только любовь. У меня в лагере строгость такая. Приехал в высшем авиационном училище Акопян Сергей Жаванширович, полковник. Посмотрел, вот у меня дисциплины такой воинской части нет. Дети это все понимают. И приехали профессор, директор Кэстонского института из Лондона прилетела, дали сотрудника Астанкина, чтобы посмотреть, как это наркоман, ребенок в течение двух недель навсегда, навсегда, на всю жизнь бросает. И все записывают, сидят. И профессор психологии. И находят главный движитель в лагере тире с большой буквы любовь. Любовь, по-моему, физическое наказание. Я в уставе написано. Один год против меня четыре уголовного дела возвели. И все ложно. И осень я приехал и пошел в газета «Московский комсомолец». Это поганая такая. Кто писал статьи? Лапкина прихлопнули наконец-то. Я за этих еще не брался. Кто у меня здесь воюет? А это большая газета в Москве. Да вот, узнал. Самольцев Александр, вы же неправду пишете. И вы должны дать опровержение. Я требую сатисфакции, удовлетворения. Да нет, он писать. Не пишет. Ладно. Дальше кто-то выступал. Собрали там у нас снимки, они здесь были, и написали обратная сторона, как раз на потерянке. Нарисовали демона с наручниками и общиной Игнатия Лапкина. Курьево. Всех к ответу привлекли. И все процессы до одного выиграл. Который писал статьи недели не прошла нашли зарезанного, выброшенный, как падаль. Другой, который там воевал, сняли с работы. Третьего запретили на религиозные темы говорить. Я пришел в Крылую прокуратуру, я говорю, что за разгром такой? Ну я это не делаю. Но я молился. Господи, обрати их. Не против них. Против меня кто воюет, они не знают, какой столб огня поднимается здесь. Они могут набирать миллионы людей и им не устоять, потому что здесь Господь. И когда на вас нападали, я был с вами рядом. Мне сколько он пишет. Вы вчера пришли ночью, я, говорит, спал в Америке один, как пнули меня. И сказал, что спишь, встань, молись. А кто ты такой? Вы сказали, Игнатий Лапкин, я по интернету вас нашел. В Австралии там спит. Опять я пинаюсь. вообще. Да так больно ударили, говорит, я соскочил. Я прошу прощения, тогда я вам тоже выговор дам. Батюшка. Тоже выговор вам дам. А ты Господь дал, Влад пинать. Я тоже вам выговор. Выговор тебе даст. Давай. Почему вы меня не пинаете? Батюшка, я не делаю сам это. Я сплю дом на кровати. Ну, попросите. Ну, только не дам на меня пинать. Я же не знал это. Из Португалии. Вы так ударили меня, аж нога заныла. Я соскочил. Болюсь сейчас же, давай. А у него беда какая-то была. А кто ты? В России Игнатий Лавк. Он меня в интернете сразу нашел. Значит, вы всех любите. Ладно, три канала. Только на одном у меня 22500 роликов. 68 миллионов просмотров. На одном. Вам ногу жалко? У меня четыре программиста работают. Мы всегда с вами. Повторяю, никогда не было дня у меня, чтобы я вас не вспомнил. И молитва за вас не затруднена. Бывает, как молиться? Я не могу. За Осипа молитвы нету. За профессора. Нету молитвы. Я становлюсь, и молитва сразу стираются. Нет его. Я не могу произнести имя его. Это за Дворкино нет молитвы. Ну, Александр Леонидович. Я встал на молитве, я буду о нем молиться. Молитва не идет. Стоит на месте. Я не могу объяснить это. Это не мое, потому что. Блаженную, говорит, вы. И Бог устроил нам этого старейшего батюшка. Для меня вы остались батюшкой. Хорошо, что вы не тронулись с места, не обольстились, не стали творить священническое, когда наложили. А на вашем месте я бы принял все условия сохранить священный сад. Тем более, они, видно, уже стали. Ну, возьми это Сергий Романов, которую там вспорительница. Ему никакой нужды не было. Бывший, который митрополит, к нему хорошо относился. Вот, давай его проклятием предавать. Давай патриарха там клеймить. Какая нужда ему была это делать? Я ему, ну, человек от нас поехал туда, я ему говорил, примирись с ними. И попросил архиерея, ты рукоположен неправильно, будущий убийцей после крещения, чтобы он снял официально сам. А потом попросил разрешение остаться здесь, у тебя много своих. Что вы, ну, абсолютно неправильно поступаете-то. Во-первых, не потерял митрополита и стройное тобой при тебе было, он сейчас все еще там сидит. И я разрешал ему 100 человек привези. 100 человек я приму. И через месяц мы выпустим 50 групп миссионеров. У меня самый кратчайший путь. На второй месяц 200, на третий месяц 300 человек принимают. Ничего не сделали, не слышат. Не слышат. Господь об этом говорил. Имеют уши, но не слышат. Имеют глаза, но не видят. Ничего к этому нельзя добавить, кроме 100 на души. Вот когда ты будешь на море, именно о врагах молиться, плакать, стонать, как будто твоя душа погружаются с ними. Но Господь все еще не дает сигнала остановить молитву. Я благодарен Богу, что приехали. Спаси Христос. Надо поблагодарить, что помолились. Божье и Богу, гриви, благородицу, крест обожженную и ты непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и слабнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово Родшую, Сущую, Богородицу Тя величаем. Милосердный Создатель Господь и Бог, Мы представим перед Твоим величие Во имя обещания Твоего нейтринут приходящих. Мы просим Тебя, услыши наше воздыхание молитвы о родных и близких. Найди их, обрати. Коснись сердец правителей. Дай им страх Твой перед Тобою. Благослови нашу жизнь, окончить ее с именем Твоим на устах. Пролей милость на врагов. Благослови их обильно, всюду и в семье, дабы никто не погиб. Да будет благословенно это место, где мы находимся. Благослови приезжающих и отъезжающих. Матерь Божия, покрой нас самоформу любви от всего, что не славит Господа. И труд наш сделай, Господи, полезным и безопасным. Тебе хвала, слава, честь и поклонения. Единого Святой Троицы Господь наш, слава Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Я увидела, и вы в ролике сказали, что про Игнатия Тихоновича, что он еще выше вас. Я такая сразу думаю, дай-ка я найду Игнатия Тихоновича. Что ж еще выкили меня. Ну что-то такое сказали, скажите. Он выше, ты вот подойди, подойди. Скажите, Вячеслав. Он на голову ниже, не понял. Вот, я когда нашла Игнатия Тихоновича, я сказала, что это вот мой духовный отец. Я говорю, что это все против Игнатия, батюшка. Ваш путь ваш, от вас я пришла. У нас человек шесть пришло только через вас. Да, вот через вас. То есть я вам благодарна. Игнатия Тихоновича, я хочу вас поблагодарить за что вы сказали. Я просил от вас слова, и вы снизошли и милостью сказали. Я благодарю вас за все. Благодарю вас. Больше никому ни слова не отмечайте, пока Библию не будете на первом месте держать. Потому что там пыль пойдет из всех ваших ответов. Я услышу вас. Благодарю. Потому что по слову будет Бог судить нас. Все наши знания, Друха. Храни вас, Господь, батюшка. Ваши молитвы. Я только один наказ даю вам. Все свои ответы сверяйте с Библией. И Фатима – это дьявол. Услышал. Услышал. Спасибо, Господи. У вас, Господи, батюшка, я то же самое видел в вашей ролике. И через ваши ролики, через ваши ролики, я когда-то тихо, с чем познакомился. Слава всем Богу. Благодарю. Вы смотрите, как Бога все выморено. Вот Вячеслав в этом году приехал, и я приехала, и вы приехали. А мы вас в том году ждали. А Вячеслава не было в том году, поэтому все связалось в одно. Не случайно, Господи. Спасибо, Господи. Вот, хорошо. Рядышком живем, а видим все в Долтайе. Как хорошо. Сфотографируйте у нас на память. Если можно. Да. Москвич, пройдите. Спасибо, Господи. Виталий, сфотографируешь? А я с небом. Мой внука. Угу. Хорошо. Вообще бы нам всем вместе было, сфотографировалось, чтобы хорошо было. Хорошо, да. Сейчас, сейчас. Слава, Бабсева, честный. Где-то иду. Слава. Общую фотографию, общую фотографию. Общую фотографию. Общую фотографию. Помолитесь, если я помолился, глядя на попу. Игнатихович, общую фотографию. Общую. Общую фотографию. Давайте. Наверное, здесь, собственно, снимайте.